Создай теорию, путиную историю. Друзья, эти люди были знакомы. Украина — это половина моего сердца. Все население России, которое осталось в стране, оно тоже переехало в другую страну, просто недобровольно. Казалось, что они просто воры, неудачники, а они реально маньяки. Блин, хочется правду сказать. Мы же тут все собрались по чесноку разговаривать. Ты объяснял детям, почему его выужить? Ну, я думаю, что четырехлетнему и двухлетнему человеку это было довольно бесполезно объяснять. Для них это просто было путешествие. А Федян сразу узнал, что война началась. И у него ближайшая подруга — украинка, киевлянка. Федян знает, что идет война. Федян в Индии, когда мы сидели первые недели, проектировал бомбоубежище, потому что он увидел через плечо, как я смотрю новости про то, как люди прячутся в подвалах. Проектировал такого робота, который открывается и идет по городу, который бомбят, и всех людей туда себе собирает, в живот. Потом закрывает, и они там в безопасности. Таких он рисовал трансформеров, чтобы они успевали людей спасать, и обязательно еще и кошек, и собак, чтобы они не боялись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова — Мы в Стокгольме. — В Стокгольме. — Мы решили тут встретиться, потому что у тебя концерт в Стокгольме. — Да. — Ну еще и потому, что Швеция — это важнейшая страна для мировой детской литературы. — Да, вообще для литературы. — И прямо сейчас мы записываемся, насколько я понимаю, напротив дома, где много лет жила Астрид Лингрен, если я ничего не перепутал. И мы пишем в районе, где жил Карлсон. Насколько я понимаю, она его поселила сюда уже потом, сильно после того, как Карлсон был написан, и в этом было больше маркетинга. — Я не знаю, но я знаю, что в Швеции Карлсон — отрицательный персонаж. Здесь есть парк развлечений по мотивам сказок Астрид Лингрен. Это такой теплый ламповый шведский Диснейленд, но только гораздо милее. Потому что ты садишься в вагончик и едешь над… как бы пролетаешь все сказки. Он нереально милый. Там все очень много про Эмиля Ииду, про Ронни, дочь разбойника, про Пеппи Длина Чулок, про всех. Про Карлсона. Там одна невероятно страшная, просто в диком беспорядке, с объедками, с какими-то грязными простынями комната. Короче, Карлсон для шведов — социопат. Человек, который мучает ребенка, вводит его в заблуждение, бросает его в самую трудную минуту. И вообще чуть ли не как бы пожилой, измученный неврозами человек, выдумавший себе маленького мальчика в качестве друга. Все наоборот. Мы ее любим, потому что у нас классный мультик есть, русскоязычный, с фантастической озвучкой, где он милейший, где он прям такое воплощение духа противоречия, непослушания, он там прекрасен. Да, а для шведов это просто суперопасное существо, которое сбивает ребенка с пути истинного. Как вы вообще? Как подумались? Мы сегодня играем концерт в Стокгольме. Второй раз в жизни. Мы сегодня играем как программу, которую мы написали вместе с моим старинным любимым другом Александром Платоновичем Мунацковым, продающимся композитором. У нее будет несколько частей. И как переходит одна в другую, мы почувствуем себя. Программа «Ручная кладь» про вынужденных переселенцев? Ну, не только. Да, это про тех, кто уехал и ничего с собой не прихватил, кроме воспоминаний. У тебя после концерта автограф-сессия, общение с людьми. Мы вчера не стали это подробно снимать, поскольку там было ощущение, что там есть ощущение исповеди. Расскажи одну-две самые невероятные истории, которые ты во время такого общения после концертного, после начала войны услышала. Слушай, это происходит. Ну, во-первых, мне приносят книжки на подпись, которые увезли в рюкзаке вместе с термосом и с шоколадкой из Мариуполя, из Харькова. Увезли? Не купили здесь? Нет, увезли. Купили в Украине тогда, когда она вышла год назад. И когда убегали из тех там нескольких десятков вещей, которые взяли с собой в сумке или в чемодане, взяли мою книжку. Она такая покоцанная. Ее приносят подписать, она проехала. Вы даже не представляете, сколько она всего видела за эти восемь месяцев. Да, это невероятно. Ко мне пришла девушка, у меня есть текст, который я вчера читала тебе про… И дети знают, как по-русски капустницы, трясогуски и ряженка, и нарезной. Про человека, который не может решиться уехать, хотя уже понимает, что пахнет жареным. Сейчас начнется какой-то ад, но когда он представляет, что его дети не знают каких-то редких слов по-русски, потому что вообще просто плохо говорят по-русски, потому что уезжают маленькими. Пришла девушка, которая попросила мне от руки написать четыре этих слова, чтобы потом их вытатировать где-то, как напоминание о том, что не истирается родной язык. Капустница. Капустница и трясогуски, и ряженка, и нарезной. Что еще было? Пришла девушка, которая показала вчера картинку, когда она видела меня в последний раз, типа в Питере, и она там очень коротко стрижена. Она говорит, я после химии. И сейчас у нее длинные волосы. Прошло… Она там после химии? Да. Я говорю, вот вы победитель, моя хорошая. Мы на Кипре. И это наш новый эпизод совместного сериала «Серфшарк» про самые необычные стены. Мы в Никосии, единственной разделенной столице мира. Мы находимся в греческой части острова, а вот с той стороны, примерно в 10 минутах ходьбы, уже турецкая часть. Строго говоря, это не монолитная стена. Когда в 1974 году Турция оккупировала северную часть Кипра, новообразованная граница прошла прямо по центру Никосии. И где-то она выглядит как реальная стена, а где-то как забор с проволокой. Сейчас тут работают несколько пунктов паспортного контроля, а буферная зона находится под контролем миротворческих сил ООН. Стена стала привычной частью городской жизни. Прямо вдоль границы находятся рестораны и магазины, а через КПП постоянно ходят местные жители. Ничего себе паутинка для детей, подумали мы. Кажется, это все-таки не паутинка, а что-то другое. Искусственные стены в интернете давно стали привычной частью контекста. А чтобы эти стены не замечать, нужен хороший VPN-сервис. Для всех, кто пока еще не установил Surfshark, я напомню, почему это стоит сделать прямо сейчас. С включенным Surfshark все сайты и приложения, заблокированные из-за цензуры, снова открываются в вашем телефоне или на вашем компьютере. Причем не только лично. Подпиской можно делиться с родными и близкими. Поэтому снова напомним, установите Surfshark своим родителям. Также Surfshark очень актуален, когда вы подключаетесь к публичным Wi-Fi-сетям. VPN шифруют все ваши данные, причем в формате двойной защиты. Здесь есть функция Multi-Hop, благодаря которой подключение происходит сразу через два VPN-сервиса, усиливая безопасность и конфиденциальность. Еще пара полезных функций, которые активируются внутри приложения. CleanWeb для автоматической блокировки более миллиона известных вредоносных сайтов и методов фишинга. KillSwitch для защиты при прерывании VPN-подключения. По промокоду Юрий до 31 декабря можно получить скидку 85% и еще три месяца в подписке в подарок. А скачать Surfshark можно за несколько секунд прямо сейчас по ссылке в описании. Вперед к свободному интернету без границ! 2014 год. Ты пишешь. «Край у нас широк и забилен, бесконечно сакрален. Сколько у нас древних зубодробилен, вековых душераздирален». Заканчивается стихотворение четверостижием. «Судя по тому, как нас вертухая обходит хмуро и на звук подаются дрогнув, скоро снова грянет большая литература и кинематограф». По-моему, это лето 2014 года. И я уже знаю, что у меня будет ребенок. И я уже знаю, что мы воюем по-настоящему. И получаю об этом свидетельство от своих друзей и подруг, которые знают кого-то с передовой. И перспектива рожать сына в воюющей стране меня, конечно, сводит с ума. В воюющей стране России? Да. В стране, которая напала на другую мою любимую страну. Отхапала кусок территории и пошла воевать. Там же сразу все посыпалось, если ты помнишь. Начали закрываться театры, начали обесцениваться деньги, заскакали об курсы валют. Начали какие-то… Ну, короче, как всегда это начинается с каких-то тектонических плит и их скрежет. А я летом узнала, что… весной еще даже узнала, что у меня будет ребенок первый. И была несколько… не несколько тотально этим застигнута врасплох, в общем, сложившаяся ситуация. Ну и, видимо, куда-то ехала, в очередной раз прилетела и решила это рассказать, что я думаю по этому поводу. Строчка про банкомат. «Не деремся, не курим, нас по выходным только к банкоматам» выпускают из тюрем. Это колбаса в обмен на свободу? Ну, примерно. Примерно. Что нам можно какое-то время делать вид, что мы что-то зарабатываем и что-то тратим. В обмен на ряд довольно понятных компромиссов. Где ты была, когда началась война 2022 года? В Москве. Мои дети 24 февраля пошли в детский сад первый раз. Я до этого две недели собирала справки и водила их к врачам и всяким педиатрам, чтобы мне написали, что они здоровы, их можно отвезти в детский сад. Я нашла садик, наконец, для многодетного работающего родителя. Это, как ты понимаешь, обещание рая. И как раз 24-го числа все было готово. И я их первый раз отвела в детский сад. Был такой очень ясный день в Москве. И был такой снежок и лед. И я проснулась от того, что мне... Тата написала, моя подруга лучшее написала, у нас сирена орет. И они бомбят. И я написала, блин, прости меня, пожалуйста. Собрала детей, отвела их в сад. И на обратном пути мне позвонил мой муж бывший, который в этот момент был в Сибири, ездил хоронить своего дедушку. И говорит, ну и что ты будешь делать? Я говорю, а что я буду делать, Саша? Ну, что ты собираешься делать? Куда ты собираешься ехать? Я говорю, я никуда не собираюсь ехать. Вот. И какое-то время еще, наверное, неделю я все еще думала, что я никуда не собираюсь ехать. Как тебе была эта неделя? На каких-то совершенно сумасшедших качелях эмоциональных. То мрачно. То есть, ну, описать степень шока, гнева, омерзения. Именно омерзения. Еще же они врут же все время. Вот это постоянное лицемерие, что мы бомбим, но это, типа, не война. Ну, короче. Знаешь, у меня в голове все время первые две недели войны была картинка. Ты смотрел «Утиные истории» в детстве? Помнишь, там была заставка? Вот это. Утки. У-у-у. Каждый день. И они… Создай теорию. Утиную историю. И он бежит. И за ним осыпается мостовая. Там какое-то чудовище вырастает из этой бездны. И он со всей… на огромной скорости бежит. И за ним вот эти камушки отлетают. Она меня настолько преследовала, эта картинка, что я даже нашла эту заставку, скачала, заскриншотила этот момент, потому что это ровно то, что со мной происходило. Ты успеваешь перепрыгнуть на следующий кирпичик, но он уже тоже летит в никуда. Ну, и я ходила, смотрела, пыталась понять, что мне делать, как… Ну, у нас сразу же посыпалась вся работа. Она начала отменяться, и стало понятно, что вообще людям сейчас ни до чего, ни до каких стихов и так далее. Я ходила, думала, и у меня начались какие-то фантастические разговоры с друзьями. Мы еще никто не уезжал формально, но уже мы понимали, что мы не понимаем, когда мы в следующий раз увидимся. То есть какое-то такое было подвешенное состояние воздуха. Потом они начали бомбить Харьков. А у меня в Харькове был концерт за полгода до этого. За полгода. И так получилось, что из-за ковидных ограничений, чтобы они… Мы приехали раньше, чем они вступят в силу, мы приехали на три дня раньше, и просто три дня бесцельно в августе шатались по городу Харькову. И с нами происходило все волшебство, которое может с тобой случиться. Мы встречали там просто за соседним столиком Сана из «Пятницы» с мамой обедающего, и там висели с ним до вечера, ставили друг другу музыку, хохотали, придумывали, как мы общие песни будем писать. И мы заходили в гости, и мы… Ну, в общем, чудеса. И я вижу на хрониках, что я узнаю районы, по которым мы ходили. Ну, а потом взорвали администрацию городскую. И я просто вышла, я помню, в город, и думаю, мне сейчас нужно будет в ближайшие месяцы, если захочу здесь остаться, если мне реально так страшно уезжать, делать вид, что ничего этого не происходит. Ну, как бы вот все же вроде формально так же точно выглядит. Старушки заходят во вкус, вел за кефирчиком, куда я стою в очереди тоже, и как бы выходит, и у всех нормально все. Что ни у кого не обрушился мир, ни у кого на лице не написано ужас, что они внезапно оказались внутри Четвертого Рейха. Ну, как бы никто не перекошен от шока, как я. Вот мне сейчас нужно делать будет покерфейс теперь до конца своих дней, что я не в ужасе, наверное. То этого я точно не смогу. И как бы я начала собираться. Два человека очень сильно мне помогли в этом. Это был мой друг, лучший, который приходил каждый день и рассказывал, как важно, чтобы я уехала и забрала детей. И Мирон, он просто каждый день начинал с вопроса, ты купила билет, ты купила билет, ты купила билет, ты уехала, ты уехала, ты уехала. У меня есть прям скорины. Насколько для тебя Астрид Лингрен важна как человек литературы? Ты знаешь, я любила очень ее в детстве, и как-то это, ну, осталось там. А потом, когда у меня родились дети, и я первый раз три года назад, вот, мне кажется, у Сауши было полтора, в Федину пять, я приехала, поехала в Юнибакен, покаталась по этим сказкам. Я просто с вот такой, там есть переводы, во всех, на всех языках продаются книжки Астрид Лингрен. Я вышла с вот такой стопкой. Я очень люблю с вами Нуртквеста. Я думаю, что ты знаешь, кто он такой. Финдус и его друзья. Автор Петцина и Финдуса. Для меня это главный шведский детский писатель. Потому что мой ребенок обожает Петцина и Финдуса, потому что я Петцин, а Федян Финдус, который скачет все время на кровати и будет старика. Вот, короче, для меня это был главный писатель. Ну, Астрид, я вернулась, я начала детям читать, и я попала в какую-то такую, ну, очень счастливую свою какую-то детскую историю про эту шведскую деревню, про мальчика с младшей сестрой, который все время за свои проделки попадает в дровяной сарай, где вырезает фигурки, и у него уже их там триста штук по числу своих проделок. Ну, в общем, я очень их люблю. Она была революционная девушка для этого времени, для своего времени, для своей ситуации, потому что она так выстрадала в своих детей, в своего сына. Она принесла вообще новость о том, что, вы знаете, детство нужно уважать. Дети — это не недоразвитые взрослые, а это совершенно отдельное человечество, с которым нужно суперуважительно и очень на равных разговаривать. Давай объясним, как она выстрадала? Ну, у нее был внебрачный ребенок от женатого человека, который ее бросил. И тогда в Швеции это было очень позорно. Да. Она уехала в Данию родить его и оставила там на попечение в таком а-ля частном детском доме до поры до времени. А он ей все обещал, что он разведется, женится, что он за ней вернется, что он ей поможет, что они будут жить вместе, пока она ждала этого всего. Ребенок рос. Есть замечательный фильм об этом, он так и называется «Астрид». Она ждала какого-то изменения в своей жизни. Она была из многодетной семьи, из бедной семьи, очень талантливая журналистка, девочка, которая начала опубликоваться в газете своей деревни чуть ли там не в 14-15 лет. Правда очень даровитая. И это был, по-моему, главный редактор, что ли, этой газеты или что-то такое. Ну, женатый человек, чуть ли не с восьмерыми детьми, там не было шансов никаких совершенно. Но она почему-то на что-то надеялась. Когда она поняла, что она зря очень это делает, она приехала и забрала своего сына. А теперь представь, что ты к своему ребенку приезжаешь раз в полгода маленькому, а забираешь его четырехлетним. Он не просто не называл ее мамой, он вообще не понимал, кто это такая. И тебе нужно с ним жить. Ну, как бы, с ним нужно выстраивать отношения. Ему нужно объяснить, что женщина, которая его воспитывала, была приемная мама, а ты настоящая. Вы теперь будете семьей. Это совершенно не очевидно для человека, который не рос с тобой и едва тебя знает. И она начала придумывать сказки для него. И так она стала детской писательницей. Говорят же, комплекс вины у нее все время был за это. Ну, да, нет, у нее потом... Ей воздалось за ее душевное усилие вообще и какой-то подвиг моральный, который она совершила, что она его не оставила там, что она за ним вернулась, что она преодолела эту пропасть. У нее были еще дети, она вышла замуж очень удачно второй раз. И ее второй муж очень любил ее сына первого. То есть как бы все... там все потом сложилось. Я думаю, что это очень мощный какой-то триггер для того, чтобы начать создавать. Потому что вообще любое творчество — это преодоление пропасти какой-то внутри тебя. Вот ей нужно было до него дотянуться через эту пропасть. И она ему стала на ночь рассказывать сказки. Ты говорила, Украина — это половина моего сердца. Да. Если коротко, как так получилось? Есть официальная версия и есть правда, Юра. Правда, конечно. Когда мне было лет двадцать, двадцать один, я очень сильно влюбилась. И человек, в которого я любилась, жил в Киеве. Поскольку это была примерно самая сильная любовь в моей жизни, она длилась довольно долго и имела довольно петлистое течение. И все это время мне нужно было ездить в Киев под разными предлогами оказываться в Киеве. И таким образом у меня возникло очень много подруг там. Я выучила всю географию, узнала про всю культурную жизнь в этом городе. И стала считать это столицей своей радости. В Москве у меня была работа, рутина, мама, с которой были очень трудные отношения. И какая-то в целом, в общем, такая лямка, которую я тянула. Но пару раз в месяц я приезжала в Киев на выходные. И начиналась сразу дружба, радость, любовь там, еда настоящая. Столица моей радости. Ты любишь Денис кино рассказы. Очень. Так вышло, что эта книга у нас много что значит для нашей программы. Ты помнишь рассказ «Он живой светится»? Я не читал Денис кино рассказы. Ты не читал Денис кино рассказы? Да. Врешь сейчас. Да, блин, какой, Юр, снобизм и шейминг. Я просто не понимаю искренне того, как ты вместе с Ларионом могли себя лишить этой радости и счастья. Ну вот, такое ощущение, что меня всю жизнь кормили там, все детство пирожными. А сейчас я узнал, что тебе ни одного не досталось. Ты прочитал Денискины рассказы? После Коли Солодникова нет. Длиннее чтение. Но я начал читать в процессе подготовки к тебе. И частично я уже прочитал Денис кино рассказы. Есть ощущение, что я это делаю, конечно, позже, чем нужно. Лет на 30 примерно. Да, и то есть сейчас у меня так это не заходит, как зашло бы тогда. Но есть несколько вопросов. Ты любишь Денискины рассказы, потому что это чуть ли не единственный пример советской литературы, где взрослые на стороне ребенка. Но ты про батю, не про всех взрослых. Да, мама сумасшедшая там. Мама в неврозе глубоком. И это добавляет глубины этому папе. Потому что папа вывозит, как мы потом уже взрослые читаем, не только этого ребенка, а у него очень серьезные запросы вообще, у этого человека, у лирического героя. Но и маму. Ну, он святой немножко, этот человек. А реально… Слушай, мама, которая там что-то швыряет из окна все время, с ней что-то какие-то, она больше не может. Ну, в общем, такая классическая. Такая же мама у дяди Федора из Простоквашино. Но она еще такой в инста-уклон все-таки у него с нарядами и прочими делами. Еще три платья осталось, да-да-да. Но это просто классическая выгоревшая советская мама. И там такой просто супер теплый, чуткий, отзывчивый, молчаливый. Потому что он понимает, что за любое слово как бы ему прилетит. Ну, просто сердцем в тебе участвующий родитель. Такой роскоши в моей жизни было очень мало. Поэтому я Денискины рассказы обожала. А больше всего я обожала идиотские ситуации, в которые он попадает. Слушай, а вопрос как к детскому автору тоже. Бывает ли, что автор взрослый рефлексирует какие-то свои взрослые переживания вот в таких вот детских рассказах? Конечно. Ты помнишь рассказ про «Красный шарик в синем небе»? Да. Там же вот… Ну, понятно, что, возможно, у меня своя какая-то сейчас ветка смысла, которая родилась, пока я это читал. Но в целом это выглядит как такая, знаешь, тоска по свободе. Когда она отпускает этот шарик, а потом говорит, что если бы у меня были еще деньги, я бы купил тебе шарик, чтобы ты тоже его отпустил. Как часто мы считываем то, что автор вообще не закладывал в произведение? Постоянно. Читатель соавтор произведения. Особенно со стихами. Кто такой Саша Моносков? Саша Моносков — выдающийся, гениальный российский композитор. Автор многочисленных опер, симфоний, страстей, реквимов, песен. Человек, который писал музыку к спектаклям Кирилла Серебренникова, к фильмам многочисленнейшим, просто имеет два кинотавра за музыку. Удивительный мастер, уникальный человек, который 15 лет своей жизни пел в духовном ансамбле всякие знаменные распевы XVIII века. Человек, который занимался русским фольклором, профессионально знает какие-то совершенно невероятные казачьи песни, которые уже остались только у бабушек в деревнях. Человек, который со мной играет сейчас программу, которая называется «Ручная кладь». — Где тебя застала война? — Меня война застала в России. Все время войны я жил в Грузии до недавнего момента. Сейчас я переехал в Германию. — Почему ты не жил в России? — Ну, я не жил в России по многим обстоятельствам. Во-первых, потому что сейчас для меня жить в России, в той России, которая сейчас происходит, невозможно. Во-вторых, потому что для меня Украина — это не просто другая страна. Я украинский композитор, я украинский артист, помимо прочего. У меня выходили и выходят какие-то работы в Украине. — У тебя паспорт в России. — У меня паспорт в России, да. Но я считаю, что я, как сказать, участник украинской культуры, тоже украинского, не знаю, как сказать, суспильства, общества, сообщества. Для меня это очень важно. Люди, которые живут в Украине — это мои близкие друзья. Я заведомо на их стороне. Поэтому для меня очень важно, что я на их стороне. И что я мог сделать в первые дни войны, там, в течение первого времени, пока это было возможно, я несколько раз играл концерты в России всякой своей украинской музыки и песен. Украинских, околоукраинских. Я со сцены обращался к публике на украинском языке уже во время войны. — Где это было? Что это за концерты? — Это были концерты в ДК «Рассвет», два я сыграл, и один в «Заряде». — В концертном зале? — Да, в трехстах метрах от Кремля я говорил, божаю примори. И для меня это было важно, что я могу это делать. И я каждый раз покупал себе авиабилет на следующее утро после концерта, улетал и, так сказать, с расстояния некоторого смотрел, все ли в порядке, но потом в какой-то момент стало не в порядке, потому что, в общем, теперь меня более или менее официально провозгласили нехорошим человеком. — ТАСС писал о том, что у Следственного комитета к тебе вопросы. — У Думы вопросы к Следственному комитету, точнее даже конкретному Бастрыгину по поводу меня, да. Они меня описывают как национального предателя, или как-то так, я не очень помню их терминологию, стараюсь не вникать. — А за что? За то, что ты публично в соцсетях поддерживаешь Украину? — За то, что я как-то против поддерживаю Украину, поддерживаю вооруженные силы Украины. И так далее. Мне кажется, это единственная здоровая реакция. В этом нет абсолютно ничего, так сказать, уникального. И это естественно для любого человека из моего круга. И у меня довольно большой круг общения. Я не знаю никого, кто относился бы к этому иначе. — Бригада Прилепина еще каким-то образом тобой интересовалась? Какие-то люди вот эти московские и какие-то думские люди написали, я видел, мне прислали ссылку, они написали письмо московскому министру культуры, в котором очень трогательная строчка, что мы понимаем, что композитор Роман Ацков — современный композитор и талантливый композитор, но его, так сказать, позиция по отношению к военной операции заставляет нас высказаться против того, чтобы его сочинения исполнялись в московских концертных залах. Ну а поскольку раньше мои сочинения действительно исполнялись во всяких там филармониях и прочих таких местах, сейчас все. Несколько дней назад был концерт, не буду выдавать, потому что это как бы обессмыслит саму затею. Некоторое время назад меня играли анонимно. Одна моя знакомая, музыкант, исполняла мои пьесы как пьесы анонимного композитора. Это очень забавно. — Композитор-композитор? — Нет, не композитор. Композитор-композитор — это специальное изобретение, мне кажется, Московского художественного театра или каких-то еще московских театров. — Режиссер-режиссер. — Да-да-да. Просто анонимный композитор, неизвестный композитор. Да, мне нравится, кстати, быть анонимным композитором. Мне кажется, что вообще участь анонимного композитора в веках достается только сочиничной самой лучшей музыки. Потому что та музыка, которая до нас доходит, потому что она очень хорошая, но так издалека, что мы даже не знаем, кто именно ее написал. Понимаешь, это как дуршлаг, на который откидывается, как бы вот этот дуршлаг вот этой вечности. Если мне удастся остаться во вселенной композитором, который написал что-то такое, что забыли, что это я, но оно осталось, я буду очень рад. Так что я не ропщу по этому поводу совершенно. Русь моя теперь Аль-Каида Хазбала Меня лодыря Аскалинова избыла И не выпускает зеркальца из клешней Ждет, когда в нем отразверзнется пострашней Улицы родные имени палачей Не предупреждали вы меня светочей Чем кончается имперство и Арнуло Как не остается сердце ни у кого Как не остается сердце ни у кого Тебе нравится? Русь моя теперь Аль-Каида Хазбала Ну вот я ж пою Жутко Ну звучит просто, когда ты это произносишь Ну просто ежишься Ты знаешь, да, вот сейчас ты сказал Я вообще не очень про смысл Смысл такой словарный Словарный из Ожегова Человек Ты про звучание? Про ритм? И не про звучание, а звучание в смысле Какого-то бессмыслица Бэби и обе пели губы, нет Просто смысл сам себя скажет Смысл, как все смыслы Если у тебя все хорошо со структурой Временной, звуковой, эмоциональной Смыслы, они как птички на ветках этого рассядутся Они сами все сделают То есть Переживать смыслы Это дело слушателя Как бы в каком-то отношении И у каждого слушателя птичка своя Если ты все хорошо сделал с песней, то да То как-то все будет нормально Все будут слышать свое Потому что если я буду Знаешь, как сказать Еще напирать С выражением Слова эти петь Вы все поняли? Русь Сейчас скажут Аль-Каида Да, ну то есть Если я начну этим как бы Пугать Да, или как-то Садиться Останавливаться Стихотворение Оно же не останавливается Русь моя Теперь Аль-Каида Хызбалла Понимаешь, да? Оно же как бы Я Так Вот что там происходит Ну вообще-то это о любви к Родине Да, вот Вера говорит, что это о любви к Родине Стихотворение Прекрасно Я не знаю, что такое любовь Что такое Родина Вот что такое вот это, что я показываю Я знаю Для меня тут и любовь, и Родина Русь моя Теперь Аль-Каида Я смотрю тебя разорвала Хызбалла Эта история Ну конечно Непонятно почему Ну Понятно почему Просто Трогательно, что тебя это разорвало Вот что ты делаешь Где ты ходишь Мне очень нравится, что ты такой русофил и патриот, Юр Ты такой молодец Котик Это так редко бывает По-настоящему Серьезно Ты прям Ну вот Ты меня готов, мне кажется Возненавидеть за эту строчку Почему? Это же рефлексия Это то, что Это извини то, что чувствуешь не только ты Да Именно поэтому вам со мной так это резонирует Да Что ты делала? С кем ты говорила? За что-то цеплялась Чтобы Получилась сначала Эта первая строчка А потом и все Что пошло дальше Это был день, когда был теракт Винницы Когда погибла девочка Когда девочка погибла Черные коляски Вывески Котлован Это просто в этот же день написано Тоже, мне кажется, минут за сорок Это очень быстрое стихотворение Оно как Знаешь, когда Видишь что-то И только уже в процессе того, как ты смотришь Понимаешь, что ты рыдаешь Вот это было такое стихотворение, как Мгновенные слезы просто Закипают, и ты ничего не можешь сделать Они уже не закатываются обратно Такое это было стихотворение Ну, мы ведем себя Мы сейчас ведем себя и похуже, чем Аль-Каида и Хизбала Не мы с тобой Но мы как люди с красными паспортами Какой был резонанс? Был ли хоть кто-то, кто тебе говорил Из тех людей, с кем ты общаешься, чем мне не тебе дорого Что Вера это перегнула Не вешай это Ну, конечно Нет, хейт был ужасный Я знала, что он будет Я была готова Точно такой же хейт был после текста В четырнадцатом году Край у нас широко изобилен, бесконечно сакрален Сколько у нас древних зубодробилин, вековых души раздирают Все понятно, но я не могу про это не сказать Иначе у того, что я делаю, нет никакого смысла Если я продолжаю внутри творящегося апокалипсиса Быть девочкой, которая рассказывает про несчастную любовь И пишет детские стишки Ну, как бы грош цена вообще всему тому, что я сделала У меня совсем немного таких стихов Как «Край широко изобилен» или «Русмэйтспиралькайды» и «Хизбалай» Их на самом деле по пальцам одной руки пересчитать Но я не могу этого не сделать И украинский цикл мы не могли вчера не спеть Потому что, ну, тогда у нас нет морального права выступать Просто у нас с Сашей нет морального права никуда ехать и не выходить на сцену Потому что если ты уже уехал, но внутри этой ситуации продолжаешь заниматься каким-то развлечением Ну, все, что ты делаешь, бессмысленно в таком случае Извини, чувак, ты не имеешь морального права выходить на сцену Ты чувствуешь вину перед Украиной? Это не могу назвать это виной Это какая-то сумасшедшая боль и стыд Сумасшедшая боль и стыд Я понимаю, ну, рационально как-то понимаю, что Все, что я в этой ситуации могла делать, я делала Ну, я говорила и описала То, что ты прочитала, опубликовано Я никогда не скрывала свои позиции Я никогда не ездила в Крым с 2014 года Ну, то есть... Ну, конечно, глобально все мы сделали недостаточно, чтобы этого не произошло Что мы могли сделать? Я не знаю, Юр Мы недооценили, наверное, уровень угрозы Мы не понимали, что мы реально летим в самолете Которые медленно и верно захватывают террористы Которые дальше будут делать с нашими жизнями И жизнями наших детей Что-то непоправимое, необратимое Нам казалось, ну, они просто воры, как бы И неудачники, и мудаки А они реально маньяки Вот это стоило бы, конечно И в итоге оказались правы Люди, которых мы считали почти городскими сумасшедшими Такими кликушами, знаешь Сейчас смотришь то, что Валерия Ильинична Новодворс Как говорила в 2014 году И думаешь, блин, она все знала А мы думали, что, ну Бабушка уведет, как бы Или Немцова какого-нибудь смотришь Который думает, ну, блин, чувак Ты паникер, как бы так не будет Фух, мы знаем, как дальше было И в его случае тоже Ну, то есть, мы правда не Ну, мы очень сильно не оценили то, что происходило Но, с одной стороны, как бы По-человечески можно понять Потому что каждый был занят своим делом И делал его насколько мог хорошо Да, ну, то есть, где вы были восемь лет У меня за восемь лет родилось трое детей Я как бы работала, носила, кормила, укладывала И снова работала Ни на секунду не переставала делать ни того, ни другого Все были заняты, так или иначе, своей какой-то частной повесткой И в итоге мы видим то, что мы видим И больше не можем жить в этой стране Мы с тобой точно В 2015 году ты выступала на фестивале в Псковской области «Довлатов фест», который организовывал губернатор Турчак Это было через несколько дней после того, как Олег Кашин Рассказал, что за его избиением стоит как раз Турчак Тогда многие отказались на этот фестиваль ехать Даже журналист-коммерсанта Андрей Колесников Которого, в общем, вполне себе пропагандистом считают Но ты поехала, почему? Я была организатором Я везла поэтическую программу на фестиваль Я ее готовила и собирала И этот фестиваль делала та же команда, что делала Тарковский фест Пять лет до этого в Плёсе И она же меня и пригласила это делать Я отвечала, я в упор не знаю этого человека, который якобы это организовывал Ну, это было при его содействии, наверное, организовано Но организовывал не он, если что Организовывала команда, которая делала Тарковский фест в Плёсе Ты про Турчака? Да, это делал мой друг, мой большой друг, продюсер Лёша Боков, с которым мы дружим много лет и как бы до сих пор Он меня позвал, он мне предложил Я нашла четырех поэтов, которые точно имеют отношение в моей какой-то системе координат к Довлатову И с двумя из них он был знаком при жизни Они согласились все приехать И когда обнаружилась эта ситуация И когда Олег призвал бойкотировать фестиваль Я предупредила всех своих выступающих о том, что фестиваль в очень серьезном, ну, этическом конфликте находится И они все отказались ехать в связи с этим, кроме Миши Чевеги, который поехал со мной Нас сжили сосвету за это, естественно, что мы сделали, как обещали Но моя совесть чиста по тому, что когда мы выступили с Мишей Приехали и выступили в чистом поле в Пушкинских горах перед людьми, которые пришли нас послушать Не стали отменять выступления Его в зале увидел замечательный театральный режиссер и продюсер Павел Коплевич Увидел Мишу Влюбился в его текст бесповоротно Заказал ему две оперы, и они были написаны Если бы я не приехала и не привезла Мишу, они бы не познакомились И эти две оперы не шли бы потом с большим успехом в московских театрах, включая современника Но ты сомневалась ехать или нет? Почти все отказались? Нет, вообще не все отказались, был замечательный фестиваль Выступал Александр Филипенко, выступала Татьяна Гринденко Были фантастические перформансы, спектакли Мы не на дачу никому ехали выступать Мы ехали сделать фестиваль, который был сделан весь Который был классный, разнообразный, интересный В который было вложено очень много сил, наших в том числе За полтора года, что он был объявлен заранее Мы отвечали не перед губернатором Турчуком, которого мы все в глаза не видели Мы отвечали перед людьми, с которыми мы работали много лет до этого И перед зрителем, которые нас ждали и купили билеты Мы приехали и выступили Мы приехали, выступили, и мы вышли и сказали Перед тем, как выступить, что все политические преступления должны быть расследованы И виновники их должны быть найдены и наказаны Вне зависимости от постов, которые они занимают А люди взяли, как ты понимаешь, Псковскую область Вообще не в зуб ногой кто такой Олег Кашин И кто там его пытался где в Москве убить И что вообще происходит Многие узнали о том, что случилось Потому что мы вышли и сказали это со сцены А если они не в зуб ногой были, то после такой речи Разве они что-то поняли? Там же ни фамилия, ни Кашина, ни Турчука не звучало? Нет, нет, ну я думаю, что потом они пошли и узнали, что произошло После такого дисклеймера, я думаю, что хочется узнать, что происходит Думаешь? Конечно Ты вспоминал этот фестиваль этой весной и этим летом Когда Турчак регулярно ездил по оккупированным территориям Украины И говорил, что Россия здесь навсегда? Как бы тебе объяснить? Я никакого к нему отношения никогда не имел, я его не знаю И он для меня в длинном ряду своих друзей-людоедов, которые занимаются тем, чем занимаются И, к сожалению, Олежа Какашин тоже стал очень неоднозначным персонажем После этого фестиваля в наш правдоруб и правдоискатель Что это мешало? Поэтому не хочу, ладно, погружаться в это И как бы я смотрела на это и думала, забавно, как все поворачивается За этот фестиваль, за то, что я выполняла свои организаторские обязанности И свои обещания меня затравили потом так Что у меня были довольно серьезные проблемы И проблемы в том числе, условно говоря, со здоровьем Я кормила ребенка, у меня пропало молоко Поэтому нет, это какая-то просто страшная черная страница в моей жизни Где я, честно говоря, грибла совершенно не по адресу Я не сделала вообще ничего плохого Как ты отвечаешь на вопрос Когда интеллигенция, в том числе оппозиционная Сотрудничала, пусть и косвенно, не напрямую, а просто Вот таким образом, например, как вот такой фестиваль Есть губернатор-организатор, который не вступает в контакт А просто там дает деньги или ресурсы Они даже деньги особо не дают Они предоставляют помещения бесплатно некоторые Это вот так выглядит Но все равно он на этом играет Ты же понимаешь, что он его открывал, он как бы присваивал Был бенефициаром положительного эффекта Когда люди, которые все понимали, в том числе про эту власть Сотрудничали с ней вот в таком формате Они помогли им стать этими монстрами, в которых они превратились в 2022 году И стоило ли от этого отказываться тогда? Стоило ли не делать вообще никаких фестивалей? Да Если это подразумевало, что ты договариваешься с ними Не знаю, я честно, Юр, это были огромные, счастливые, большие события Где художники встречались, познакомиться друг с другом Посмотреть последние работы друг друга Договориться о каких-то коллаборациях совместных Об авторских проектах Познакомиться Где я привозила людей уникально талантливых Чтобы они почитали стихов И это было для них важно Где на фестивале в Плёсе впервые Второй раз в жизни выступила Айгель Которая потом стала Айгел Бэнд И прославилась И получила то признание, которого она заслуживает Это был её второй в жизни концерт И он был на этом фестивале Сказать тебе, что я жалею О том, что я к этому была причастна Потому что Нет, я не жалею совершенно Это были счастливейшие дни моей жизни И я никогда ни на что их не променяю Я очень по нём скучаю Они невозможны в современной России То, что какие-то людоеды Которые ничего не умеют И просто распоряжаются документацией какой-то И предоставляют там помещение и транспорт местами Себе присваивали какие-то заслуги За то, что мы организовывали крутые события Ну как бы на их чёрной совести Вещи куда похуже Но они будут отвечать Каждый за себя Мы сейчас на территории, у которой Мне кажется, нам нужно будет спросить Как нам разбираться будет потом С коллективной виной и коллективной ответственностью Потому что Ну мы играли в Гамбурге Несколько дней назад Мы много об этом говорили Насколько через осознание Собственной вины и ответственности Проживания, глубокого горя В котором оказался замешан твой народ Который спровоцировал твой народ Диктатор твоего народа Насколько К какому состраданию И какой вообще утвержденный Как устав человечности Пришла эта нация Может быть это наш единственный шанс Такое проживание вины Может быть тогда мы друг друга увидим Услышим и начнем друг другу помогать Какое именно Ну если мы Мы если когда-нибудь Мы доживем до того что Раскаяние за то что происходит Станет национальным И Будет признано Хоть что-нибудь Будет признано Как огромная Государственная там Ошибка вина Там не знаю вот это Преступление огромное Преступление режима Против всех людей Не только украинцев Но и русских тоже То это будет наш шанс Перестроить отношения В обществе друг к другу Не думал об этом Я думал Но Как именно ты видишь Это раскаяние Ты представляла ее себе как-то? Я думаю Что мы доберемся До него когда-нибудь Блин только не скоро К сожалению Сначала они все равно будут Все пытаться затоптать Замолчать И прозрение будет ужасным У всех остальных Просто ужасным Я очень часто вспоминаю В связи с происходящим На фестивале в Плёсе Кинофестивале Про который я тебе рассказывала Где председательствовал Виталий Манский Мой обожаемый друг Привез однажды свой фильм Который называется «В лучах солнца» Про Северную Корею Про девочку Которую он снимал Там ничего Как бы он В очень жестком сопровождении Снимал свое кино Ему нельзя было Шаг влево, шаг вправо Но он оставил в фильме Все дубли Которые его заставляли сделать Чтобы документальное кино Получилось таким как надо И это очень страшное впечатление Производит Я его рекомендую посмотреть И оно просто очень Ну оно страшное По-настоящему страшное Родители этой девочки Два раза переехали За время съемок этого фильма И три раза сменили профессию Чтобы выглядеть Типа еще более достойными людьми Как у нас тут все живут В нашей прекрасной Северной Корее И один человек У Виталия Манского спросил А у нас Ну как бы Как же сделать так Чтобы вот у них открылись глаза Вот вы же могли им сказать Что это все Вранье Что вы живете Во-первых это происходит Поколениями И у них правда есть одна газета Которая уже несколько лет Много лет пишет О войне с Америкой Которая идет В прямом эфире И на ней погибают люди И они реально исчезают Эти люди Во-вторых Знаете Говорит Есть такой факт Что даже из Северной Кореи Есть люди которые бегут Угу Бегут в никуда Потому что у них нет Как мы понимаем Ни интернета, ни связи, ничего Они просто куда-то бегут И прибегают в Южную Корею Можешь себе представить этот момент Да Что человек Прибегает в Южную Корею И видит вот эти там LCD мониторы Мальчиков рекламирующих косметику Смартфоны Машины Теслы Что хочешь Ну Испытывает просто шок такого масштаба Потому что разумеется В Северной Корее Вся пресса посвящена тому Как загнивает и разлагается Все окружающее общество Кроме Северной Кореи Как у нас Да И говорит У них есть психологи У них есть реабилитологи У них есть люди Которые помогают им получить профессию У них есть курсы Все прочее Но все равно Уровень самоубийств Среди этих беженцев Из Северной Кореи В полтора раза выше Чем весь остальной уровень Самоубийств по Южной Корее Потому что даже если ты убежал Даже если ты спасся Даже если ты У тебя появился шанс Начать все сначала Даже если ты Выжил и молодец Ты все равно Никогда не сможешь осознать Как так получилось В каком чудовищном вранье Ты вырос За какую жуткую чушь Отдали жизнь Твои там родители Как все люди горбатятся На настоящего урода Морального И все это тебе Преподносилось Как единственный способ существования Справиться с этой травмой Очень трудно У нас будет не так Потому что все таки Как бы мы понимаем Что Россия Не настолько изолированное государство У нас был доступ Другой информации Мы имеем возможность Мы с тобой хотя бы Имеем возможность сравнивать Но Это прозрение Это отрезвление Да хотя бы просто Опубликованные Реальные цифры погибших Просто опубликованные Вслух сказанные Реальные цифры погибших На этой войне Это будет такой Чудовищный шок Это будет шок У Веры есть стихотворение Которое она посвятила тебе И не одно Но разве это кто-то выбирал Господь гляди И сам не либерал Господь не либерал? Ты знаешь У меня с ним проблематичные отношения Как у любого, мне кажется Живого человека Да собственно говоря Если посмотреть Священное Писание Если мы посмотрим даже на пророков Не то что на меня Мелкого Да Они часто как-то Принимались спорить с ним Роптать И так далее То есть Я сейчас говорю не про характеристику Господа А про как бы лирического героя Который как-то характеризует Бога Типа может взять на себя Сказать, что Господь не либерал То есть не либерал В смысле Обходится со мной жестко Ну да Как бы мы иногда ропщим Когда он как-то с нами Обходится Кто-то делает такое Что ему видней Тут весь вопрос Как бы в степени доверия То есть Иногда В какой-то момент Бывает ситуация Когда ты говоришь Ну объясни Ну или окей Хорошо Или тогда хоть помоги Ну то есть Я понимаю Что ты меня ставишь В какую-то ситуацию В которой мне трудно Видимо это надо Что-то вот в этом духе Знаешь, мне кажется Это забрела Может быть Забрела верен стих Одна с верой Моя беседа Которая Как-то раз была Я сказал что По-моему После третьей или пятой рюмки Я сказал что У этого мира есть автор И он жесток Я пожалуй сейчас бы взял Свои слова обратно Потому что Ну как бы он был жесток До того как у него сыночек Тут родился Мне кажется так Дальше все-таки Хотя он и попускает Происходить зло Он все-таки Плачет над ним больше Он уже больше так не делает Как с Великим потопом Знаешь вот этим всем Содомом Гаморрой Вот таких вещей Больше все-таки он не делает Мы теперь их делаем сами Эти вещи Понимаешь Когда смотришь на Мариуполь Ты понимаешь что это делают люди Как бы Вот это сделали люди Тут уже Невозможно Знаешь Говорить что-то типа Господь попустил Это сделали мы То есть вот нам дана Свобода воли Нам как человечество Нам как существам Нам дана свобода воли И вот так мы и воспользовались Вот так Вот этот театр Перед ним написано Дети И мы его уничтожаем Мы люди Не в том смысле что непременно Мы русские там или кто-то Вот люди берут и делают вот такое Так что Как бы тут не до претензий к Господу Надо с собой разобраться Ты сейчас выступаешь меньше, чем было до войны? Конечно У меня было 60 концертов За… С декабря 20 по декабрь 21 года 60 Это концерты по билетам или корпоративные тоже? Это концерты по билетам Без корпоративных Которые мы сыграли несколько, но это Скорее исключение из правил У тебя бывали корпоративы? Да Как это выглядит? Классно выглядит Классно выглядит Какая-то прекрасная компания людей На день рождения или годовщину свадьбы Или для своих сотрудников Или что-нибудь Заказывает наш концерт И мы приезжаем и играем его В самых удивительных местах и обстоятельствах Приведи какой-нибудь пример Без названия компания просто В Дубае мы играли Очень красивый корпоратив Прямо в таком очень арабском красивом отеле И там был маленький концертный зальчик Весь такой в персидских узорах И мы там играли Кто гулял? Супружеская пара и их гости Которые что-то праздновали Как это засчитается с праздником поэзия? То есть есть риск не попасть или... Люди... Это было очень... Это уже сейчас происходило И у меня был, конечно, серьезный вопрос К Саше не испортим ли мы людям праздник Тем, какие грустные вещи мы отчитаем Но нет, у нас нет специальной программы Для свадеб и дней рождения Мы играем все, что мы и так играем Потому что это мы И то, что мы говорим Я, может быть, немножко меняю Какие-то драматургические повороты Просто чтобы создать другое настроение А так вообще это наш обычный концерт Ну, не обычный, потому что, конечно, Никакие концерты не повторяются Не бывает двух одинаковых концертов Как ты жила финансово до войны? Ну вот, наконец Дождались эти вопросы Хорошо, Юр Не жалуюсь Ты рассказывал, что у тебя не было ни квартиры, ни машины Ты ни на что не скопила Это не изменилось по соотношению на февраль 22 года? Нет Ну, я на что-то копила, но не скопила Я хотела купить квартиру И да, я на нее копила, конечно, много лет до этого Потому что не классно быть бездомным с тремя детьми Не классно найти квартиру, которая тебе нравится А потом, потому что у хозяйки-психопатки Начались параноидальные какие-то настроения Собираться экстренно И переезжать в другую квартиру Ну, как бы это не прикольно С тремя детьми делать И мне приходилось это пройти несколько раз в моей жизни Поэтому мне этого не хотелось И я, конечно, мечтала о своем жилье Даже знала, где оно будет И я знала, что за школа будет для Федора И я знала, где я буду жить И что вокруг будет происходить У меня как-то было все уже понятно Были какие-то мечты материальные Наконец, в моей жизни Не только духовные цели Но всего этого не случилось В марте заблокировали карточки Надо было видеть красоту маршрута нашего В городе Вриндауни, в Индии От банкомата к банкомату В котором мы снимали хоть какие-то рупии По дикому курсу, чтобы на что-то жить в Индии Слушай, Бог миловал Ну, как-то вырулили На что-то жили, на что-то живем В каком районе Москвы ты собралась жить? На Войковской Мне нравится Войковская И улицы родные имени Палачей Я как раз хотел сказать про это Это же очень конкретная история Я жила на Войковской Мой любимый парк был Покровская из Трешнева И, кстати говоря, по роковому Как всегда, задним числом понятно становится Со стечением обстоятельств его начали разрушать тяжелой техникой За месяц до того, как я собралась уезжать из страны Я приехала, пришла туда, увидела, что он весь перегорожен Они собрались там строить кинотеатр В лесу В лесу уже не хватает кинотеатра, понимаешь, Юра А это для меня очень святое место Потому что мы туда переехали Только как только родился Федян И я туда ходила с коляской три года Как на работу по три часа в день По четыре часа в день там проводила Там написано Большей частью книжка «Ответственный ребенок» Покровская из Трешнева в ней упоминается много раз В связи с каждым там каким-то сюжетным поворотом Там есть Леший, его там похитили Короче, очень важное для меня место Которое я просто очень люблю Может быть, последний или предпоследний настоящий лес в Москве И я пришла туда зимой И он весь перегорожен И на зеленых вот этих вот щитах Которым он перегорожен Написано «Тюмень, забери Собянина обратно» Маркером И я подумала, ну это какой-то классный знак Мне нужно, видимо, все самое дорогое, что у меня здесь было Оно уже отобрано бесповоротно Как ты относишься к некоторым московским топонимам? Ты видела символизм в том, что мы всю свою жизнь живем с метро «Войковская»? Ну ты думаешь, только он один? Это все… Ну просто есть люди, которые не видят в этом символизма И им не кажется это важным Которые даже признают всю лютость и преступность большевиков Ты не из таких Это сумасшедший трэш Абсурд В 22 году Мы давно не живем Ну начать с Ленина, который до сих пор там лежит Ну о чем мы вообще говорим? Палачи не просто как бы улицы имени Палача У нас главная площадь с трупом Палача Ну о чем мы вообще? И как бы пока это не изменится Я думаю, что ничего никто не сдвинется Это та же история Это почему Юрий Дмитриев сидит до сих пор И сидит в ШИЗО, понимаешь? Эти посадки и эти затыкания ртов будут продолжаться и продолжаться И продолжаться Потому что признать что-то гораздо тяжелее, чем продолжать репрессировать Ссылать, сажать, прятать и пугать А по-твоему такой нейминг влияет на современность? Конечно А как? Ты думаешь, почему в Украине начали со сноса советских памятников? Хватит Все В России многие считают это борьбой с историей То есть чем-то плохим Ну хорошо, но это Нет, это символы ребят Они работают У них есть поля энергетические Они создают некоторые инерции Если вы хотите что-то новое Ну давайте мы признаем, что Ну как бы Закончим с Феликсом Эдмудовичем Поставим кого-нибудь еще Ну как бы мы же забываем о том, насколько это старый конфликт просто, наверное Мы же забываем про всю репрессированную Театральную интеллигенцию киевскую Украиномовную Мы забываем про Стуса, которого совсем недавно замучили в тюрьме В 80-е уже Его Медведчук Был адвокатом Знаешь эту историю? Что великого украинского поэта, которого отправили в итоге Не отстояли, а отправили в тюрьму, где он умер Защищал Медведчук Молодой Нет, я это очень Ты даже не представляешь Я на самом деле Никогда так серьезно не задумывалась до этой войны Сколько уникальных людей Из всех сфер культурных и научных Пострадало от рук советской власти в Украине Никаким уникальным людям Никаким самобытным ребятам Никаким событиям не давали жить Почему важен твой собственный язык? Язык, на котором твои предки говорили Поэзия на твоем языке Потому что мы все чему-то принадлежим, Юр Чему-то большему, чем мы И это очень важно помнить о своей корневой системе Потому что без корней не бывает ветвей, листьев и плодов Если ты превращаешься, ассимилируешься, превращаешься в какую-то безликую массу Забываешь вещи А с памятью борется едва ли не злее сейчас, с чем бы то ни было еще То есть это информационная война едва ли не более жестокая, чем настоящая реальная война Я думаю, что ты знаешь прекрасно и про мемориалы, и про все на свете Почему так? Ну, казалось бы, мемориал, да? Ну, Господи Зачем вы лезете туда? Почему это так важно? Просто когда нет памяти, Юр, нет направления никакого Если ты не видишь, что за тобой было Что за путь был пройден до тебя, ты не понимаешь, куда тебе дальше двигаться А Украина – страна с богатейшей историей, с фантастической словесностью С такой музыкальностью, о которой, блин, мы можем только мечтать Ты сам знаешь это С орнаментами, с узорами, с фантастическими карпатскими ремесленными традициями С совершенно уникальными, там, своими блюдами Ну, как бы, слушай, язык, кухня, музыка Это вообще все, что составляет человеческую, ну, национальную идентичность в каждой стране Отбери это, и ты отберешь у людей принадлежность Кто тебе скажет, а вот Путин тоже строит на памяти свою политику? Что ни речь у него включишь, это все ныряние и барахтание в истории В линии и в памяти Великой Отечественной войны Путин манипулятор и лжец жестокий Выворачивающий все наизнанку Человек, за которого ветеранам настоящей войны было бы стыдно до красных ушей Почему? Человеку брат погиб в блокаду Ленинграда Старший брат Путина погиб в блокаду Ленинграда маленьким ребенком Для того, чтобы он через 60 лет это повторил с Мариуполя О чем мы все говорим вообще, Юр Мы на Кипре, где ты теперь живешь Как так получилось? Счастливая случайность У меня был концерт на Кипре, его переносили несколько раз из-за пандемии, потом из-за войны И когда стал вопрос, играть его или отменять уже, потому что непонятно, что с ним делать Мы решили сыграть его в связке с Тель-Авивом Приехали в апреле в Тель-Авив и потом на Кипр И что-то у меня просто был какой-то невероятный рай Здесь уже плюс 20 Все начинало зацветать Красиво Мы сыграли концерт в Потихио в Лимассоле И у нас был такой квартирничек после него через пару дней И ребята, которые нас привезли, замечательные совершенно Посадили нас ужинать и сказали, а какие у вас планы дальше? Это в апреле происходит Я говорю, а какие могут быть планы? Конец света Они говорят, ну хотите, мы вам немножко поможем И вы тут просто с документами, чтобы было быстрее И вы здесь поживете какое-то время Я никогда не была на Кипре до этого момента У меня не было никаких друзей здесь практически Ну то есть я что-то знала про него И слышала какие-то фотки, видела пару раз в ленте Но это максимум, как про любую другую страну И тут вдруг я покаталась И вдруг девчонки мне устроили такую, знаешь, настоящую большую обзорную экскурсию Я как раз в пафосе сначала пожила И я подумала, это невероятное что-то Так не бывает Это просто супер чудо, что здесь можно остаться И осталась И через какое-то время привезла детей И выяснилось, что, помимо прочего, на острове По счастливому какому-то невероятному стечению обстоятельств Открывается школа, которую достроили в сентябре Вот, и для нас есть место И Федян и Савун, мои старшие дети Пошли вот в сентябре в школу Впервые в жизни, и это их первая школа И эта школа сразу вальдорфская И она высечена в скале Юра Она в скале вот над такими же видами примерно Холмы, перелески, бананы, пальмы, вот это все Что за люди, которые могут помочь с этими, с документами? Какие-то дельцы? Нет, нет, просто, ребят, тут все прозрачно Просто люди, которые сами занимаются бизнесом У которых есть Возможность с миграшенами и с банками сделать все Немножко побыстрее, а не за полгода, как здесь все в принципе происходит Потому что они много людей релацировали в начале Как тебе живется вдали от Родины? Ну Блин, хочется правду сказать Можно? Да Ну, неплохо, мне кажется, Юра, мне очень повезло Мне замечательно тут живется Просто многим тяжело Нет, мне прекрасно живется Я думаю, что мне живется Так-то уж если по чесноку получше, чем последние годы на Родине Где все уже было понятно Я тебе присылала стишок Написанный после того, как посадили Лешу Навального Там неуютно очень было оставаться И ты знал, что рано или поздно придется ехать Просто не знал, в какой момент Не знал, какой у тебя лично будет красный флажок Вот у всех у нас был один и тот же красный флажок Последний, после которого оставаться было нельзя Но то, что это как бы цепочка больших компромиссов Все уже понимали, слушай И на самом деле у меня абсолютно эйфорически Если не брать в расчет чудовищный контекст И как бы новости, в которых все время похороны младенцев происходят То у меня эйфорический момент освобождения большой происходит, если что Это как развестись с человеком, которого ты ненавидишь уже В этот момент ты должен взял так Да пошла ты И уйти Нет, потому что я понимаю большую часть того, что ты говоришь Нет, послушай Я со своими чувствами это сравниваю Послушай, для меня это очень похоже на то, как люди выходят из тяжело От давно прогнившихся зависимых абьюзивных отношений То есть вам просто казалось, что вы никогда не поделите эту квартиру И вы обречены жить вместе до конца жизни Потому что вот ты такое же право имеешь на эту жилплощадь, как и он И ты будешь стоять насмерть Но что-то случилось И ты больше ни в этой квартире, ни с этим человеком не обязан жить И ты реально испытываешь, ну, большое облегчение Дело не в стране, естественно, про которую я говорю, что я по ней не скучаю По ней очень скучаю и очень люблю Куча моих друзей осталась, но она занята террористической группировкой И я не, ну, неуютно очень там находиться, потому что ты в заложниках У них, я вчера прочитала пост Про то, что когда люди говорят об эмигрантах Мы должны понимать, что все население России, которое осталось в стране Оно тоже переехало в другую страну, просто недобровольно Она живет теперь по другим правилам В ней другие совершенно правят силы, в ней другие законы Но, ну, как бы эти люди тоже эмигранты в своем собственном доме И это добавляет как бы галлюциногенности Потому что формально некоторые вещи не изменились Вывески там на местах, какие-то повороты на тех же координатах Но в целом изменилось все, все абсолютно другое Это другое государство с другими законами, правилами У нее другие отношения со всем остальным миром Между людьми совершенно изменилась интонация То есть это другая страна Я это очень хорошо понимаю Я думаю, что это лучше сделать честно Вот примерно так Видимо, одна из причин почему ты здесь Еще заключается в том, что мы снимаем это в то же время, что в Стокгольме И даже чуть-чуть позже И выглядим при этом вот так Босиком и совершенно нормально Сверху просто поддувает немножко А еще вот несколько дней назад до дождей мы бы ходили с тобой в футболочках вообще без вопросов Плюс 24 И каково? Это всегда всегда тепло? Удивительно, это удивительно Это не преодолевать с самого утра огромное сопротивление среды, Юра Это не вот так вот, когда ножки ты ставишь на пол и делаешь так Нет, ты вылезаешь и спокойно идешь чистить зубы в конце ноября, вообще нормально Твои парни пошли в местную школу Да На каком она языке? На английском Как ты реагировала, когда узнавала про такую вещь, как разговор о важном? Я в ужасе Я в ужасе от новостей о том, как пятиклассницу, которая отказалась их посещать, встречают менты у школы и одну отвозят в отделение Ссылка на это есть Ты видимо прочитала в хелпдеске вчера До чего мы дожили Нет, я еще раньше видела это Ее одну забрали и одну повезли в участок разбираться, почему она не ходит на нацистские уроки А потом привезли маму Ну как бы, ребят, о чем вообще? Вот чтобы такого не было, можно уехать хоть на край земли Ты эти уроки нацистскими называешь? Конечно, а о чем они еще? О том, что есть одна страна на свете, а все остальные не должны существовать, потому что они либо враги, либо подлежат уничтожению Как бы я не относился к этой власти, категорически отрицательной, соглашаясь с большинством вещей, которые ты говоришь, но не кажется ли, что ты сейчас сделаешь упрощение, огрубление абсолютно в духе пропаганды, когда они украинцев называют нацистами? Ну, поскольку я знаю... Само просто, фашизм с нацизмом ты хотя бы не путаешь сейчас? Послушай, для меня это нацистские уроки О том, что надо объединиться против ползучего империализма, колониализма, что английский нам не нужен Мне просто еще очень повезло тут со школы, школа удивительная, она вальдорфская, по такой удивительной системе антропосовской Если очень коротко, то это когда душой человека занимается не меньше, чем информацией, которую в нее засовывают Сейчас там нет домашних заданий, у них очень много музыки, они играют на флейте, учат греческий язык, готовят, танцуют, занимаются джиу-джитсу, шахматами И, короче, мне кажется, это рай примерно Если бы я ходила в такую школу, из меня могло бы вырасти что-то приличное Как ты думаешь, у тебя не настал еще тот период, когда есть такой тип эмигрантов из России, для которых все, что здесь, это классно, а все, что в России, это отстой и нацизм? Нет, нацизм очень в конкретных вещах проявляется сейчас, вот, например, тех же разговоров, это ясный какой-то кейс, мне кажется И вообще, в целом, любое агрессивное оправдание войны, ну, как бы, православие занимается сейчас тоже вполне такой политикой Убийство ради Родины не грех, понимаешь? Сдохнуть ради Родины очищает тебя от всех грехов при жизни Они это говорят Слушай, нет, я скучаю, конечно, очень много конкретных вещей, конкретных мест, конкретных людей, конкретных мифов и цитат, про которые я писала, которые я очень любила Утрачены огромные, большие сообщества, любимые мои Утрачены целые пласты общих воспоминаний Мы хоронили друга здесь недавно, нашего общего Это были мои первые зум-поминки в жизни, потому что за гробом шло гораздо меньше человек в Москве, чем его провожало в зуме Там человек сорок или пятьдесят сидел Поминки по зуму? Да, потому что мы все в разных местах Это просто несколько десятков окошек с любимыми лицами, которые все поднимают бокал и рассказывают какую-нибудь историю о человеке, которого мы провожали, любимому очень моему университетскому дружочке, который очень рано ушел от становившегося сердца А в Москве при этом было буквально несколько друзей И никто не смог прилететь Все в Израиле, в Сербии, в Армении, на Кипре, в Америке, по всему свету реально Ты много лет работала и дружила с Эдуардом Баяковым Извините за такую быструю реакцию Это был мой друг близкий, шесть лет Мы очень близко дружили с семьями Когда что-то пошло не так? Сложно сказать, мне кажется, что… Если что, вот фотография знаменитая, где Эдуард Баяков Это, я так понимаю, времена болотных протестов И даже Индия требует перевыбора Это был прекрасный день, в который мы все встретились в прекрасном настроении А, ты была рядом? С нашим другом Антоном Носиком Был такой момент, когда они довольно близко дружили с Антоном Носиком Был такой момент, когда Эдик с белой ленточкой выходил в кольцо вставать с Антоном Слушай, сложно сказать, и в практике шли фантастически яркие спектакли про очень однозначно выступавшие против режима, типа коммуникантов Он любил Сорокина очень сильно, все время его цитировал, ставил, обожал, как бы очень хорошо знал Близко был знаком, привозил его в Пермь на фестиваль «Текстура» Вместе делали читки его пьес с Ингибургой Депкунайта Это было все очень классно И я Эдику, опять же, как человеку, который делал удивительные фестивали Он делал фестиваль «Текстура» в Перми, которому я обязана своими главными человеческими открытиями и обретениями Ингибургой, Манским, Юлией Ауг, Васей Сигаревым Всеми вообще… Теми людьми, которые сейчас выступили против войны Да, всеми своими главными человеческими восхищениями, обретениями «Чувство чуда от чужого таланта» Это все на «Текстуре» происходило Где был самый актуальный театр, документальное кино И… Театр… Мы в трех жюри были Подожди, это надо вырезать, я туплю уже Театр, документальное кино, игровое кино Когда он изменился? Ну, есть разные версии Просто в какой-то очень сложный момент его жизни Когда он возглавлял в Воронеже Академию искусств Он был ректором Видимо, в какой-то конфликт с местным ФСБ он вступил И уехал, перестал быть ректором И попал надолго в Оптину пустынь И вот когда он приехал из Оптиной пустыни Очень сильно изменилась риторика у этого человека Он начал рассказывать всем, что государь это от Бога Что мы вообще должны Восстать, вспомнить, начать Короче, утверждать свою силу, свою точку зрения Что вот начал потом горячо Когда произошел Крым, горячо приветствовал это событие внезапно Что было просто очень странно Внутри нашего круга Как бы Эдик еще такой человек Про него долго нельзя было сказать Он тебя провоцирует Или он правда так думает Знаешь, есть такие люди, которые специально говорят Очень радикальные, жесткие вещи Чтобы посмотреть на твою реакцию И все время казалось, ну он разыгрывает же Он же все понимает На самом деле Он же наш, он свой Он прекрасно знает, что такое независимый театр Что он сейчас призывает, к чему он призывает Слушай, это грустная история Я всегда горюю по таким людям Это не единственный мой друг, с которым это произошло Как по людям, которых я реально утратила Которых просто больше не стало Потому что не будет такого момента, когда мы сможем встретиться И поговорить о том, что происходит Ты когда рассказывал про Байкова Говорила, что тебе кажется, что ситуации с Серебренником Власть смогла надавить на каких-то деятелей культуры Тех, которые работали с государством Нет, в случае с Эдиком он верит искренне в то, что он говорит К сожалению, это так на самом деле Он прям искренне подружился с Прилепиным Позвал его за влитом в театр, который он возглавил В Амхат имени Горького Начал мне рассказывать У меня был очень жесткий момент с Прилепиным Начал мне рассказывать, какая я дура Что я это делаю Мы довольно долго еще после Крыма Продолжали общаться С родственником, с которым нельзя обсуждать какую-то тему Знаешь, или например Мы просто негласно обходили любые политические вопросы Но я просто очень сильно продолжала верить, что это все как-то рассеется Потом как-то изменится И мы еще виделись Он был в гостях, я была у него в гостях Я его поздравляла с его детьми Оптино-пустынь? Что-то там случилось, когда А что собой представляет сейчас Оптино-пустынь? Я не знаю, но я думаю, что Когда человек Определенного там влияния В общем, я думаю, что как-то его там обработали хорошенько Как-то там на него поднадавили духовники Это действующий монастырь? Да, туда можно приехать, там пожить какое-то время Помолиться, пообщаться Тебе там даже назначают какие-то аскезы Не знаю, чтобы ты очистился, приник Вот это все Боевое православие, короче Я не знаю, что-то случилось Потому что, конечно, когда он вернулся И еще нескольких людей, я знаю Которые Оптино-пустынь, Оптино-пустынь А потом приезжали как германика Начинали давать интервью О том, что Государь Это от Бога, мы не можем оспаривать Высокую волю Ты когда-нибудь связывала ту покорность Которую мы проявляем по отношению к Путину И многие проявляют сейчас к войне С тем, что мы страна хоть и многоконфессиональная Но преимущественно православная Или связи нет? Я всегда знала, что подлинное православие Ничего не имеет общего с Лояльностью государству Самые крутые священники Всегда выходили против людоедских решений Ну просто церковь Это тоже социальный институт Понимаешь? И он тоже Ну сейчас он просто абсолютно Ультра Злое, жестокое Государственное крыло Вообще бескомпромиссное просто Ничего общего не имеющего с реальным христианством В моем представлении Реальное христианство в Грузии уцелело В Армении уцелело В Греции уцелело Объясни, что такое реальное христианство Христианство, которое имеет что-то общее с Богом С Его заветами, с Библией С наставлением прощать ненавидящих вас И благословлять изгоняющих вас И молиться за врагов своих, как за самого себя И есть какие-то балканские фантастические ребята Которые ходят по земле Они ездят на Ламборгини Со складным крестиком, чтобы туда помещаться И по-настоящему служат людям А в Грузии, например, патриарх Обязался быть Как же это называется Крестным отцом каждому третьему ребенку в семье Поэтому у него крестных детей Много тысяч человек Но это человечность просто Есть дело не до того, чтобы Не до черной торговли какой-то, которую церковь покрывает И на всякие преступления, которые осуществляются Потому что никто не проверяет церковные активы А настоящих людей До своих паствы Прямо до прихожан Прямо до бабушек Которые пришли исповедоваться И Богу поклониться В воскресенье Это фантастика просто Надо же вообще Это супер темная зона Это сумасшедшая теневая экономика Церковь приняла Церковь просто такое количество денег Что мы просто не можем представить Поэтому она всегда будет лояльна, конечно Ты, когда в первые годы войны на Донбассе Написала очень жесткий комментарий про Захара Прилепина В котором, по сути, в общем Пожелала ему смерти В буквальном смысле Пожелала ему возмездия Это было по-христиански? Я никогда не била себя пяткой в грудь, что я какой-то супер православный человек В отличие от них Я настоящий боевой язычник Ты что? Боевой язычник? Ну нет, это шутка, конечно Я просто никогда не колотила себя кулаками, что я какой-то супер благочестивый, добродетельный человек Я нет Я не прикрываюсь никогда никаким Богом В своих решениях и действиях Они принадлежат только мне Тем не менее, мы много говорим про людоедство Такое пожелание, пусть даже максимально неприятному человеку, не людоедство? Послушай, нужно же очень поучитывать контекст Да? Человек дал интервью В семнадцатом году В котором он сказал, что он въедет на белом коне В освобожденный от нацизма Киев Ну, как бы в освобожденный от нацизма Киев Я ездила в этот момент каждые несколько месяцев Прекрасно понимала, что то, о чем он говорит Это какие-то просто больные сны Человека, которого вовремя не укололи Просто чтобы он перестал это нести Он собрал батальон, но он поехал туда воевать Он очень быстро, кстати, перестал Он пофотографировался на фоне зенитных установочек Попускал ракеты там с кнопочки Красиво сделал все Больше ему не понравилось Умирает, ему не захотелось там оставаться Вот, поэтому он вернулся обратно в диванные войска И, ну, это уже потом произошло А когда он дал это бравое интервью Мой дружочек Юра Клавдиев У которого тоже, видимо, это куда-то попало В подростковые какие-то травмы Написал пост о том, что вот, Захар выбрал войну Это непростое решение для каждого человека И, наверное, не просто оно ему удалось Но вот, наверное, мы пожелаем ему там удачи Я говорю, что вообще открой бутылку лучше А мы с Юрой просто, ну, как бы Мы всегда с ним Максимально Жестко, максимально Люто все обшучивали такое Вот такое безумие государственное всегда И вдруг он это делает Я пишу, ну, я не знаю Это комментарий в Фейсбуке В этот день таких комментариев О том, что Захар Прилепин приходит получать Нобелевскую премию А нечем взять, потому что нет рук И нечем выйти на сцену, потому что нет ног Было просто миллион Ты просто не можешь представить сколько Я просто написала, что я думала Что, как бы, я открою реально бутылку лучшего шампанска Когда ребята из АТО его встретят Точный выстрел Точный выстрел в пиздливую башку, если быть точным Вот, ну, дальше я знаю, что некоторые сообщества, в котором этот человек продолжал Проходить под лозунгом «бестливая башка» И свой вклад в установление правды я внесла, мне кажется А общество? Ну, как бы, многие люди продолжают сокращать до ПБ Что ты любила у Прилепина? Саньку? Да, рассказы Ботинки полные, горячая водка Вот «Обитель» уже после этого всего была написана Я даже не притронулась Кажется, это даже антисталинский роман Я не понимаю, что в голове у этих людей Юра Он реально был талантливый литератор И что его сожрало? Должно быть что-то, что тебя сжирает Ну, вот Юру, там, не знаю Я примерно знаю, что Эдика съела, мне кажется Возможность... Ему хотелось получить влияние какое-то У него есть чувство миссии Он считает себя пастырем, учителем И ему хочется заполучить больше аудиторию Больше инструментарий для того, чтобы проповедовать, условно говоря Захар невероятно завистливый человек И он, собственно, вот этот град, которым он занимается Комитет по выявлению антироссийской деятельности Это чистая просто зависть и радость от возможности убрать конкурентов Потому что его заедает, что он продается хуже Акунина, Глуховская, Ваулицкая и всех остальных Это просто чистый восторг детский от того, что можно убрать конкурентов, дорвавшись до какого-то рычага Он суперзавистливый человек Ну, как он Мирона не может оставить в покое в каждом интервью Мирона Который вообще, как бы, ребят Еще мы вместе, где жила и писала Сельма Лагерлев Еще одна важная писательница Уникальная третья в истории нобелиатка Большой человек, на самом деле И очень большого сердца и совести девушка Кстати, по-моему, чуть ли не первая открытая лесбиянка в литературе Я же ничего не путаю Когда началась советско-финская война Она же предложила свою Нобелевскую премию пожертвовать, чтобы поддержать финскую армию Да, нет, она вообще Она, мне кажется, удержалась от куда худшего соблазна Поскольку она Сельма Лагерлев Ее пытались сделать такой иконой нордической литературы Ее нацисты хотели присвоить как все классное арийское, что у нас есть И она не просто не повелась Ее попытались как-то покупать, возвеличивать что-то Она не повелась настолько, что она занималась паспортами для вывоза евреев из страны Она помогала людям убегать от нацистов И этим, ну то есть она открыто выступала против того, что происходит Не дала себя сделать знаменем никаким Типа вот у нас какие, замечательные есть авторы Не сдалась, это куда худший соблазн Про Нобелевскую премию понятно, сейчас Муратов так сделал Не, ну Муратов, нет, там по-другому Муратов он все-таки передал беженцам, а там именно про армию была история Да, да, но они собрали, и ей потом, это тоже очень шведская история Ей потом вернули эту премию Да, конечно, мы изыскали средства сами Спасибо Когда я узнал про то, что она готова была армией пожертвовать Таким образом поддержать армию страны, которая боролась против захватчиков Сразу же куча рифм с украинскими звездами Сегодняшними, и музыки, и просто культуры, которые по всему миру ездят И собирают на свою армию Невероятные, я хожу на все концерты Я у себя на острове Я была на Ване Дорне, я была на Диме Монатике, которого я фанат Просто фанат, который, мне кажется, гениальный человек Я все это просто обожаю и на это смотреть очень люблю Но и у нас от концертов всегда часть идет строго в Украину Строго моей лучшей подруге Которая собирает на тактическую медицину Обмундирование и бронежилеты для ЗСУ У тебя была какая-то моральная дилемма? Какая? Ну, то, что ты помогаешь Будучи гражданкой России Не умирать армией, которая освобождает свою страну и мою страну Ты не оппонируй меня, я спрашиваю Нет, я считаю, что ребята воюют за меня Лично за меня и за моего сына, за моих детей, которые Благодаря армии ЗСУ, если она победит А она победит, просто нужно время Смогут когда-нибудь приехать в Россию Понимаешь, о чем я говорю? Все очень просто При этом, если ты меня спросишь Жалко ли мне парней, которых сейчас Без оружия и без подготовки В маминых носках Бросают в окопы, чтобы их там порубило дронами И испытываю ли я злорадство Не дай бог, что их такое количество гибнет Нет, это ужасное горе Никто не заслужил такого Ни один народ не заслужил такого, чтобы с ним обращались Настолько цинично, как с мясом, как с фаршем Но, к сожалению, никаких других поражений, кроме военного Ни одно другое поражение А все остальные поражения мы уже потерпели Нравственное, социальное, экономическое Любое другое уже мы потерпели Мы сейчас, оно сейчас происходит Но кроме военного это ничто не остановит, понимаешь? Нужно именно проиграть эту войну, чтобы что-то изменилось И поэтому для меня, в общем, все однозначно Очень Ты меня привез вот сюда именно, Юр Это ты меня привез, чтобы показать мне во что должна была превратиться моя жизнь после иммиграции Давай честно Ты мне хочешь мое будущее в двух словах обрисовать Я спешу тебя расстроить, у меня другие планы Нам только что объяснили за кадром, что это за корабль Если очень коротко, выходил из порта под флагом Сьерра-Леоне Потерпел крушение, всех эвакуировали Капитан еще жил месяц на нем А потом выяснилось, что денег на его реконструкцию нет у Сьерра-Леона, а у Кипра он просто не нужен И сейчас это такая достопримечательность Да нет, здесь классное сравнение про будущее Я думаю, что те, кому этот выпуск не понравится, они за него зацепятся И потом еще не раз используют Рядом-рядом будет вот это лицо и вот эта картиночка Поэтесса Полозкова и ее Обрушившиеся надежды Любовная лодка, разбившаяся о быт Но на его фоне много о чем можно поговорить В том числе о философском пароходе Сто летней давности Ровно сто лет назад он отплыл И видео, которое, я так понимаю, ты тоже видел Артемий Лебедев на подкасте у Мезенцева Говорит Где кейсы? Где история успеха? Где история успеха? Те, кто уехал и сто лет назад, и сейчас Тебя, как я понимаю, это видео разозлило Ты знаешь, оно меня поразило Какой-то своей вот этой Ци... ну прямолинейностью цинизма Я понимаю, зачем он это говорит Я понимаю, кому он это рассказывает Что никто ничего не добился И из тех, кто уехал сейчас И из тех, кто уехал сто лет назад Или пятьдесят лет назад Ну у него же определенная аудитория И как бы сейчас Нужно понимать, что сейчас работают с сомневающимися Сейчас с теми, кто против и с теми, кто за Уже все понятно, они не изменятся, не сдвинутся Но есть еще какая-то масса сомневающихся Которых нужно переубедить, перетащить на свою сторону Понимаешь, пропаганде И, ну разумеется, у человека, который учился в Америке И является сыном писателя Ну трудно предположить, что он не знает, что существует на свете Писатель Набоков, писатель Бунин, что существует Сикорский, Зварыкин Что существовал прекрасный Дягилев, что Бродскому вручили Нобелевскую премию в Америке Что в Стокгольме, но за американские книжки Рахманина что-то делать То есть странно предположить, что этот человек не знает никого, кто в эмиграции Добился бы какого-нибудь успеха, что-нибудь построил, сделал бы какое-то открытие Что-нибудь изобрел, открыл школу и так далее Такого было просто столько То есть только среди литературных имен Три Нобелевские премии у писателя-иммигрантов Ребят, о чем мы вообще говорим? Если это не история успеха, то что тогда история успеха? Но Тема отрабатывает, видимо, госзаказ Очень радуется, я думаю, что освободившейся конкурентной поляне Все ему как бы нравится в этом во всем Просто очень смешно, потому что у меня как раз обратная история Я с потрясением, изумлением наблюдаю, как люди совершенно растерянные Зареванные, уезжавшие еще в марте Сейчас, к ноябрю, уже открыли свои новые школы В Черногории, уже запустили свои новые бизнесы Уже какие-то книжные магазины и сети Уже какие-то оздоровительные центры и всякие фитнес-программы Уже какие-то кучи просто Языковые курсы, там, не знаю, йога, что угодно То есть миллион всего, что происходит Пока, наверное, это нельзя считать супер каким-то результатом Это не мировые бизнесы, не миллионы Но прошло полгода, ребят, и эти люди уезжали просто Чтобы выжить, не попасть в тюрьму, не знаю, чтобы не отобрали бизнес и так далее А сейчас это уже как бы, ну, то есть мне многие люди, которые уехали, говорят, мы о такой команде, которую мы собрали, не могли мечтать в России Потому что это все, кто уехал, они пришли к нам, ну, словно говоря, там, мои друзья открыли школу в Черногории С золотым абсолютно преподавательским составом, который надо было очень долго бы хантить, собирать по всей Москве или стране Они все теперь работают для детей-релакантов в Черногории В комментариях спросят, где она? В Тивите? В Херцегнове Ну, не знаю, там, клубы Оля Маркес, которая запустила новую секту за границами России в Армении И парень, который открыл замечательный клуб в Юреване, который сейчас теперь моднейший клуб за эти полгода стал Ну, там разные, там и лекции, и концерты, и все на свете происходит Я была там, это классное место Ну, то есть это настолько ложь и настолько прямая, ну, просто беспрецедентная какая-то Ты смотришь, ты не можешь поверить, потому что все-таки Тема не людоед всегда был, впрямую, знаешь, он не то чтобы прям Он любил, у него была какая-то своя любознательность, он любил как-то порыться в вопросе, он любил как-то Людоед в обход? Да, такой он, мне кажется, начинающий, ему самому неловко еще от этого, что он начинает А вы знакомы? Да Я Темой всю свою юность очень восхищалась, и он был близким другом моего обожаемого учителя и приятеля Антона Носика Как ты его трансформацию воспринимаешь? Больно, больно, я, ну, как бы, вообще все это больно очень для меня Я ненавижу разочаровываться в людях, которые тебя своей дерзостью, своей несгибаемостью, своей непокоримостью в системе, просто потому что они не умещаются как кирпичик ни в какую стену Всегда восхищали, Тема был один из них, потому что он был максимально неудобный человек и в сети, и в работе, но, видишь, теперь, теперь так Ты тоже пришла в ужас, когда смотрела фотографии похорон двухдневного ребенка Это не первый ужас такого сорта, трехмесячная Кира в Одессе, в которой я даже представляю район, в котором это произошло Ну, то есть каждый раз, когда именно младенец, понимаешь, мы... Они, ладно, не мы с тобой, давай, надо развоплотить наконец это, разотождествиться Они намобилизовывали сейчас тысячи, десятки тысяч людей И все, что они могут этими десятками тысяч людей сделать, это фигануть по роддому и убить двухдневного ребенка Вот и вся сила русского оружия, ребята Под этими фотографиями, и комментируя эти фотографии, пропаганда вспоминает аллею ангелов в Донецке Типа, а вы были на аллее ангелов в Донецке? А почему вы по поводу этих детей так не грустите? Да, к вопросу о разочарованиях, очень близкий друг моей семьи, человек, который мне очень помогал и с мамой, и вообще множество моих друзей вылечил Помог медик такой замечательный, он сейчас много фотографируется на аллее ангелов тоже Но почему это не вызывает у тебя таких эмоций? Потому что аллее ангелов не было бы никакой, если бы не вторглись с полусумасшедшими людьми туда, с бандитами Не начали отжимать бизнес, не начали кошмарить людей В процветающий город, в котором, как все правильно отметили, вот только что Бейонсе играла и Рианна играла и чемпионат мира по футболу проходил Прекрасный город Европы Вообще, я там ездила играть, у меня были концерты в Донецке много раз Прекрасный, процветающий, вообще веселый, студенческий, офигенный город В который просто пришли люди, которые начали все забирать И делать вид, что они на это имеют право Какой-то полубезумный Стрелков туда въехал Который искренне говорит, сам говорит, если бы не я, этой войны бы не было Не было бы никакой аллеи ангелов, ничего Вы предлагаете, если вы нападаете на кого-то, если вы начинаете заниматься этим Люди, что должны терпеть это и не отвечать в обуче Но при этом не надо забывать, что в двадцатом году от обстрелов, про которые все говорят, вот этих знаменитых украинских Погибло восемь человек От уличных перестрелок, скорее всего, просто А в двадцать первом пять О каком геноциде мы говорим? Кого-то там уничтожало и закапывало Насколько это соизмеримо с тем, что сейчас с Мариуполем или с Изюмом Или с Бахметом происходит В чем сила поэта Веры Полосковой? В чем сила любого поэта? В том, что у него есть свой собственный язык То есть у каждого поэта Есть язык, который номинально именуется каким-то, ну, словом, русский язык, например Но есть русский язык Мандельштама, есть русский язык Цветаевой Есть русский язык Демьяна Кудрявцева Есть русский язык Веры Полосковой Есть русский язык Антиоха Кантемира Это все совершенно разные языки То есть лингвистическое понятие языка и язык художественный, которым пользуется поэт Отличаются очень как бы как минимум одной сферой параметрической, которой нет в учебниках лингвистики Это тем, каким образом работает время и пульс То, на что меньше всего обычно обращают внимание Часто обращают внимание как бы на то, про что пишет поэт На характеристику лирического героя На содержание, ну, так называемое содержание Это все не содержание Содержанием работы поэта Я как музыкант во всяком случае так на это смотрю Является работа со временем Является работа с пульсом И смысл, который там протекает по этому пульсу Это как бы дополнительная вещь И вот у каждого поэта есть свой какой-то такой ключик к этому Его невозможно сымитировать Его невозможно как бы изобрести Его невозможно сделать, если оно не течет через тебя Если ты не являешься... Если ты как бы не насажен на это, да Представляется такой образ какой-то Вот я упомяну Мандельштама Для меня Мандельштам это всегда какой-то немножко такой человек Какой-то, знаешь, как в «Пятом элементе» Помнишь, когда у нее такой ТЫШ- стреляет, да? Вот у каждого поэта в какой-то момент Он как-то вот так закидывается и через него бьет Вот если это есть, есть поэт Вот у Веры это есть У каждого свой лучик, своего цвета Как бы своей мощности, своей температуры Это никогда не повторяется У нее это есть Это делает человека поэтом Тебя как-то спросили, как ты пишешь стихотворение? Ну вот разложены молекулы, и ты классно это сравнила с сахарной ватой. Да, просто в некоторое облако попадает какой-то элемент, который начинает это собирать. И в какой-то момент все приобретает форму. Но это может быть долгий процесс. Есть стихи, которые начаты 10 лет назад, а дописаны потом в какую-то случайную минуту. Или четыре слова из старого блокнота, который ты нашел спустя много лет и решил, ой, это же круто, надо это сделать. Почему я бросила это? У меня очень много такого. А сахарная вата, ну то есть смотри, что ты подносишь? В тебя падает фрагмент строчки какой-то. В тебя падает четыре слова из разных мест одной строфы или из двух строф. И ты думаешь, так, что бы это могло быть? Но оно еще, знаешь, похоже на что? Даже больше. Помнишь, в детстве мы монетку подкладывали под бумажку и зарисовывали ее, чтобы пропечаталось. Вот так пишутся стихи. Тебе несколько штрихов, несколько фрагментов, какая-то одна фраза, иногда подслушанная из разговора чего-то, иногда что-то сказанное другим человеком, вот как ты сегодня. И ты это хватаешь, и даже иногда, помимо сознания, это начинает накручивать себе, собирать какую-то длинную. А потом, например, иногда бывает, что ты начинаешь писать текст, ты дописываешь его до середины, смотришь, куда он поворачивает, выбрасываешь все начало, с которого все началось. Вот иногда эта палочка, она потом не нужна, на которой накручивается. Ты потом просто ее вынимаешь, потому что она была только триггером как бы, только спусковым механизмом какого-то текста, а в итоге она даже не понадобилась. Да, у меня есть блокнотик, заметки в телефоне, и это на самом деле выглядит довольно, ну так, шизофренически, потому что это просто, я не знаю, пять подряд диссонансных рифм, они даже не прямые, просто диссонансные. Это значит, что они где-то могут быть зашиты в строку, у меня есть такие тексты, в которых тройная рифмовка, например, то есть она три раза, строка три раза рифмуется с другой на протяжении своей длительности, или просто там какая-то фраза очень странная, которую даже расшифровать трудно спустя какое-то время, потому что ты не помнишь, как ты хотел с ней поступить, когда ты ее записал, но из этих вещей потом что-то вырастает. Знаешь, ты меня спрашивала в Стокгольме про сахарную пудру, про палочку и сахарную пудру, я уже увидела, как хейтеры обрадовались заклимить сахарной пудрой все, что я в жизни сделала, и я подумала, что так еще растят кристаллы. Из какого-то очень маленького какого-то, из какого-то соединения кристаллического потом вырастает вот этот большой и симметричный идеальный кристалл, потому что мы это все про симметрию. Стихи — это про ритм и про какую-то внутреннюю симметрию даже больше, чем про то, что в них написано непосредственно. Форма и содержание стихотворения — это одно и то же. Все, что написано в стихах Юра, можно сказать двумя словами, с сухим языком плаката, и будет гораздо доходчивее. Но стихотворение — оно то стихотворение, что форма, музыка, которая в нем зашита, ты даже не представляешь, насколько она больше диктует содержание, чем то, что условно хотел сказать автор, чем главная мысль, которую он хотел. Он часто даже не знает, чем закончится это высказывание, он даже не знает, к чему он ведет иногда. Просто признак, призрак и призвук — очень похожие слова, и из них должно возникнуть какое-то смысловое поле, знаешь. И это гораздо важнее, чем в итоге, ну, это гражданская лирика или любовная, или стихи о родине у нас. Это вообще, ну, то есть люди делают это не для того, чтобы выразить посетившие их прозрение о том, что, не знаю, закончился один мир, и начинается другой. Нет, им просто пришла в голову история, что там «Одесса» и «из детства» — рифмующиеся слова, и про это надо что-то сказать. «Одесса» и «из детства». «Одесса», там, например, «от детства» и «одеться». Это все как бы один смысловой пласт, и надо какую-то историю из этого вытянуть. Ты пел или все еще поешь в церковном хоре? Ну, я много на протяжении своей жизни пел всякой разной, в основном, старой допетровской русской музыки церковной. Меня в ней привлекает не столько ее церковность, сколько ее потрясающее музыкальное устройство. Была очень интересная допетровская русская музыкальная традиция, чем-то отдаленно, за отсутствием лучшей аналогии, я скажу напоминающей, допустим, грузинскую многоголосие, но полностью отсутствующего. Ты, наверняка, никогда не слышал знаменовое. Да, капельное. Ты когда-нибудь слышал знаменовое гоголосие? Нет. И большинство людей никогда не слышал. А это совершенно потрясающая традиция, полностью переставшая нашему родному отечеству быть интересной приблизительно во время Петра, и с тех пор этот интерес не возобновился. То есть я много лет пел в ансамбле существующем и сейчас древнерусской духовной музыки «Сирин», и меня всегда это потрясало, что ты приезжаешь в какой-нибудь Париж, и даешь несколько концертов подряд, и залы ломятся, и все плачут от того, как им это нравится, это прекрасно. А в России-то, в принципе, никому особенно не нужен. Вот эти самые охранители, корникопатели и скрепостроители, удивительно, насколько мало у них представления о том, что в действительности себя представляет настоящая русская культура. они вообще ни малейшего представления не имеют. И вот к этой настоящей русской культуре интереса у всех этих патриотов очень мало. И это, кстати, хороший симптом. Потому что если то, что ты делаешь, если что-то нравится этим говноедам, то это опасно. Мне бы не хотелось, чтобы что-то, чем я занимаюсь, нравилось этим людям. Мне кажется, хорошо, что не нравится. Пускай. Есть строчки, стих или что-то большее, на что ты смотришь и прям завидуешь, что это не твое? Конечно. Я постоянно ревную к чужим текстам. Например? Временами, когда я слушаю «Айгель» и временами, когда у Мирона получается что-то сказать, как будто бы в проброс, но это абсолютный афоризм. И мы с ним много об этом шутим. Как сказал классик, в 36 я полюбил свою юбанцу. Вот это все. Такой, да, ты как бы относись серьезно к тому, что классик говорит. Я ловлю себя на этом очень таком правильном. Это даже не ревность. Это укол такого ликования за то, что у кого-то это получилось. Стихотворение все равно у кого быть написанным, Юр. Стихотворение просто хочет быть написанным. У каждого текста есть своя воля. И это именно поэтому такой наркотический процесс. Тебе все люди скажут, что графоманам быть не страшно. Писать каждый день по плохому стихотворению не страшно. А вот вообще перестать писать и быть отключенным от этого сумасшедшего эндорфина, когда не ты ведешь текст, не ты придумываешь, каким он будет, а он придумывает, каким он сейчас будет, вводя твоей рукой. Вот это как бы, знаешь, как невидимые чернила, которые если капнут чем-то, проявляются на бумаге. Они сами, он не сами себя проявляют. И это тебе каждый скажет, кто когда-либо был к этому причастен. Вот это чудо, без этого очень трудно жить. Но это доступно в очень специальных состояниях. Я тебе могу сказать, кому я завидую. Я открылась просто на тексте, который я очень люблю. Я думаю, что человек, который показывает мне, кем бы я была, если бы я занималась ремеслом больше и больше времени и дыхания вообще, и жизни этому посвящала, то это Полина Борскова, мой очень старый кумир. Это такая девушка, она уже лет 25 живет и преподает в Америке, в Беркли. Она поэт, и она удивительный совершенно поэт. Но помимо того, что она поэт, она исследователь блокады. Она исследователь не подцензурной поэзии блокадного Ленинграда. Она изучает стихи, которые были написаны и не опубликованы никогда, потому что они были такие страшные, что их нельзя было опубликовать. Ты же понимаешь, опубликовалось только то, что поднимает боевой дух. И у нее есть книжка, которая называется «Живые картины». И у нее есть книжка-антология непонцензурных боэтов блокадного Ленинграда, которая называется «Седьмая щелочь». И в начале войны она мне очень много объяснила о том, что происходит и будет происходить. Люди, которые писали о том, как они делают суп из книжного клея и едят разваренные кожаные ремни, предмет одежды. Или что-то из паркета такое перетирают и превращают в кашу и запекают в хлеб. Ну как бы. Вот она специалист по этому. И у нее каким-то образом все, что она изучала и все, что казалось таким, знаешь, преданием совершенно жуткой старины, оно вдруг ожило и зашевелилось сейчас в марте в Мариуполе. Это все произошло снова. И оказалось, что она занимается суперсовременными вещами. Она-то надеялась, что она занимается блокадой, чтобы наконец эту тему как-то отпустить. Это самая замолченная. Блокада же очень замолченная история. Точно так же, как и голодомор. Нельзя было говорить о ней. Это вроде как произошло. Это вроде как миллионы погибших. Но то, что, поскольку это было в большой степени спровоцировано властью, это закрытые вещи до сих пор. И до сих пор не рассекречено огромное количество документов и свидетельств об этом. Потому что, ну разумеется, голод был неравный. Голод был не везде, Юр. И были люди, которые не голодали в те же самые годы. Голод был спровоцирован и, в частности, устроен для того, чтобы непокорные, оппозиционные, имеющие какие-то противоположные власти взгляды территории, просто были сломлены морально. Но, как видишь, умереть умерли, а сломлены морально не оказались. Это то, что сейчас происходит с блэкаутом. И мы же понимаем, что это делается для того, чтобы сломать людей, чтобы они вынудили свою власть к переговорам. Так устроено сознание у тех, кто это делает. Но они будут сейчас умирать, мы сейчас с тобой говорим об этом, они еще живы. Но энергосистема страны моей любимой, за которую очень сердце болит мое, она разрушена. И это значит, она разрушена в ноябре. И это значит, что в ближайшие месяцы просто от недостатка воды, от обезвоживания, от голода в своих собственных квартирах будут умирать, возможно, десятки тысяч людей. Это сейчас происходит. В 22-23 году, понимаешь? И вдруг все эти блокадные дневники, они вообще не «ух нифига себе, что было», а «ух нифига себе, что сейчас начнется, Юр». Потому что это будет то же самое абсолютно. Просто потому, что нужно сломать людей, нужно всех, кто не согласен, у всех, кто громче всего кричит какой-то кошмар, нужно их превратить просто в пепел на глазах у всех. И самое грустное и страшное, что в это никто не может вмешаться. Еще одна штука, которую я заметил, коммуницируя с тобой все эти дни, и готовясь к этому интервью. Ты постоянно вспоминаешь Оксимирона. Это ты постоянно вспоминаешь Оксимирона? Есть ощущение, что даже мы в первый сезон, когда мы ни о ком другом, кроме об Оксимироне, не думали, апеллировали к нему реже? Я его просто часто цитирую, потому что у него есть много очень точных цитат для нынешних времен. Вот и все, что я делаю. Это происходит потому, что он близкий и интересный тебе человек, или потому, что это Оксимирон? Конечно. Я думаю, что я могу, я имею честь назвать его другом своим близким. Как вы познакомились? Он приехал в гости к нам с моим лучшим другом. Мы жили через дорогу друг от друга тогда, потому что мы сцепились в комментариях по поводу его баттла. По-моему, сеста. 2016? 2016. 2016. Мы праздновали шестилетие дружбы недавно. Так. Шестилетие дружбы. Да. В летом мы просто виделись и поняли, что мы встретились случайно в те же даты, в которые познакомились. Да, и я там что-то написала едкое, как по обыкновению делаю, когда мне что-нибудь очень нравится, а я всегда извлю. И вдруг он пришел в комментарии со мной спорить на эту тему. И что-то мне там даже не спорить, а просто типа внесу небольшую ясность. Говорю, хорошо. Ну и мы там что-то там про то, про другое, про блока. Серьезно, вы любите блока. Дальше мы в личных сообщениях поговорили. Я говорю, слушайте, ну, как бы, Мирон, при всем уважении, это уже не разговор по переписке. Это лично как бы об этом разговаривается за чашечкой. Жалко, что вы не пьете и, скорее всего, не в Москве. Он такой, я в Москве, а? И я пью. Я говорю, ну, я вас жду. Это уже вечер глупокий. И мы встретились. И тогда мы с Мироном и с Костей просидели что-то до десяти, до одиннадцати утра. Вместе мы не спали всю ночь, утром пошли гулять. И какое-то было чувство такое потрясающее, знаешь, когда ты как бы о человеке имел какие-то представления, что-то ожидал, но вдруг он оказался просто из твоей коробки, из твоей партии. Такой же точно, как ты, кармический близнец. Это редкая бывает история и очень драгоценная для меня. — Можешь вспомнить свой эмоционально худший момент за последние пять лет и эмоционально лучший момент за последние пять лет? — Фу, это очень сложный вопрос, потому что последние пять лет были самыми лютыми в моей жизни. И они не закончились явно. Этот период еще длится. Ну давай прям честно, да, мы же тут все собрались по чесноку разговаривать. Наверное, самый страшный момент был осенью девятнадцатого года, когда я узнала, что я жду у ребенка третьего, и что я остаюсь с ним одна. И мне нужно как-то жить будет. И воспитывать старших, и родить ее как-то, и выкормить непонятно как. Ну и больно было очень просто. И от предательства, и от бессилия, и от обиды, и от всего. А лучшие, слушай, они рассыпаны ровным слоем даже в самые темные месяцы. Все мои гастроли. Всегда концерты и люди, которые приходят на автограф-сессии, рассказывают свои истории — это чистые подарки. Просто судьбы. Я никогда не буду к этому относиться как к чему-то само собой разумеющемуся. Нет, это чудеса. Мои друзья фантастические, любимые, в том числе являющиеся и твоими героями, героями отчасти. Когда Ваня фристайлит где-нибудь в 4 часа утра в гостях, подкалывая каждого, кто его слушает в этом фристайле. Или там, не знаю, какая-то... Когда в Тбилиси после твоего концерта Женя Мельковский, Гиги Дедаламазишвили из Мкзавроби, Теона Контридзе и Манижа поют вместе песню для тебя, и ты подпеваешь. Ну, я не знаю, с чем это сравнить. Это старт в открытый космос. Ты рассказывала про то, как тебе тяжело было, когда ты узнала, что ждешь третьего ребенка. Да. И будешь воспитывать его одна. И в одном из интервью даже звучало слово «суицид» рядом. Да, я думала тогда об этом. Простись, серьезно? Ну, а что? Какой-то классный, веселый момент в твоей жизни, когда ты развелся, и спустя какое-то время у тебя рухнули отношения, и ты после того, как они рухнули, начал падать в обморок, и думаешь в надежде, что это наконец уже какое-то аутоиммунное заболевание, от которого ты наконец сдохнешь, ты узнаешь, что ты просто на шестой неделе. И тебе каким-то образом нужно вывести все это. Все это, включая двух маленьких детей. Прости, если очень жестоко спрошу, а разве аборт не лучше суицида? Если ты выбираешь в таких категориях, а не просто оставить ребенка. Юр, ты знаешь, было очевидно, что если я сделаю аборт, то суицидом точно закончится в какой-то момент. И прям я знала. Я была на таком дне и в таком аду, и в такой депрессии, и в такой обиде, и в таком гневе, что если бы я сдалась на уговоры очень многих людей вокруг не осложнять себе жизнь и сделать аборт, то я бы, конечно, попала в такой круг неразмыкаемой вины и ненависти к себе еще больше, что я бы точно это сделала. Потому что боль и так была сильна, а так бы стала невыносимой, и из нее нельзя было бы найти выхода никакого, потому что этого ребенка уже не было. И я, в общем, подумала, что если я это сделаю, то это будет прямым противоречием со всем, что я говорю и несу людям. Потому что у меня есть тексты, где написано «Жизнь умнее живущего», вот что ясно по истечению первой трети. И я такая про доверие потолку, про то, что механизмы, которые окружают нас мудрее и старше нас, и мы не знаем, какие события станут подарками, какие события станут поворотными. Мы должны доверять тому, что с нами происходит. Я все время говорю, что я фаталист, и что я… Ну, если так, значит, не могло быть никак по-другому. И вот я сейчас пойду и это сделаю. Когда у тебя уже есть двое детей, Юр, ты прекрасно знаешь, что ты делаешь в этот момент. Мне кажется, это можно сделать по незнанию, когда ты какой-нибудь малолетний человек, которому ничего не объяснили. Но когда ты уже выносил и родил двух детей, и они смотрят на тебя, и ты прекрасно знаешь, что ты сейчас пойдешь убивать третьего, потому что это неудобный ребенок. Он не в то время и не от того человека. Но это невозможно, на самом деле. Вот и все. И я рада, что я этого не сделала, потому что я обрела огромную, вообще самую главную подругу в своей жизни. Я на всякий случай уточню, что я ставил аборт рядом с суицидом. Исключительно из-за этого. Просто разлучало, как громкая фраза, и понимаешь, что у тебя двое детей, и если таким образом тебя разрушает, то все-таки мне кажется, что можно выбрать с этим только из-за этого. Ты знаешь, когда ты попадаешь на такие глубины, пугать тебя ответственностью за детей уже бесполезно. Это только выгоняет в более жесткое чувство вины. Я не хочу превращать наш разговор в шоу Андрея Малахова или кого-то еще. Давайте попробуем. Когда ты не захочешь говорить, просто скажи об этом, чтобы я не чувствовал себя человеком, который сочетает выпуски про ангела из батальона ДНР, и вся страна обожает шамана. Если что, это последние выпуски Андрея Малахова. Какая жесть, господи. Тоже, кстати, совсем не… Тоже был интересный, глубокий, образованный человек, который занимался любимым делом, представляешь, все это время. Кто отец твоего третьего ребенка? Ну, я не хочу, чтобы его имя сохранила история. У тебя были отношения? Да, я развелась, у меня были отношения. Они, в общем, вполне были безнадежные, потому что когда ты разводишься и в этом состоянии… Ну, ты просто много лет был виноват во всем. Ты был убогий, ненавистный, безрукий, тупой, плохой родитель и вызывал отвращение для того, чтобы вспомнить, что ты все-таки есть на свете, что ты можешь вызывать положительные эмоции, что ты какой-то классный в чем-то, что люди могут радоваться, когда тебя видят. Ты вступаешь в какие-то отношения, вполне возможно, бесперспективные. Даже в моменте ты готов признать, что они бесперспективные, но тебе просто нужно, чтобы как-то выжить, потому что уходить с маленькими детьми из длинных отношений – это очень страшно. Вот. Тебе нужно на что-то переключиться. И ты переключаешься, в общем, и когда это заканчивается, ты вполне принимаешь, что это заканчивается. Спокойно дальше продолжаешь жить, просто через какое-то время выясняется, что это еще не конец. Ты узнала, что беременна уже после того, как вы разошлись? Да. Ты сказала парню о том, что он станет отцом? Да. И что он ответил? Я думаю, что человека в более беспомощном состоянии я не видела. Мало когда видела в своей жизни. Ну, он начал нести какую-то пургу о том, что, в принципе, его родители ко мне хорошо относятся, что, в принципе, он примет любое мое решение, что, в принципе, он, наверное, не против был бы. Мне стало так стыдно за него в этот момент, что я как-то сказал, «Я чувствую, что здесь помощь нужна не мне явно». Нет, подожди, но он… То есть он растерялся, а не говорил, что ты что, делай аборт? Нет, нет. Он не говорил, он вообще не способен. Такое очень чистую и точную, и полностью соответствующую ощущению, эмоцию мне выдал бывший муж по поводу этой новости моей. Да, я сказала, слушай, Сань, плохо, забери, пожалуйста, парней. Я падаю на улицу в обморок. Мне прям очень нехорошо. У меня начинаются бенгрения гормональные, короче. Я потому что беременна, говорю Сань. И он, бля, сочувствую, сказал мне Саня. И в этом было очень много как бы… Ну, все правильно, так и есть. Вот. А тут человек не способен был ни на какую от сердца эмоцию, к сожалению. И это было так очевидно, что мне как-то… Он младше тебя или твой ровесник? Ненамного. Ну да, младше немножко. Писали, что это кто-то из твоей команды? Да, это был человек в моей команде. Вы сейчас увидитесь? Нет. Он не общается с ребенком? Нет. А когда отнесешься, если он захочет? Он хотел. Его мама предлагала… Ему мама сначала предлагала ее забрать, потому что мне она не нужна. А потом собиралась меня отсудить у меня ее. Доказать и отсудить у меня ее. Потому что я плохая мать, потому что я уезжаю на гастроли, оставляю ее с няней, которая ее обожает. Просто грузинской няней. Мы все захотели бы остаться с грузинской няней. Они сначала умоляли, потом угрожали, потом писали моей маме. Эти люди за два с половиной года моего ребенка и еще за девять месяцев беременности не помогли мне ничем. Не привезли ни одной пачки подгузников, ни банки смеси. Но у них очень много ко мне претензий, как к плохой матери. И требований, и ультиматумов. Последнее было выступление, это они маме моей написали смс-ку, что я не справлюсь с ними за границей одна с тремя. И они требуют, чтобы они имели возможность ее забрать. И так и быть, они мне готовы устраивать время от времени встречи с ребенком за пределами России. Такая формулировка была. А там парень под таким влиянием родителей? Да. Родители не самостоятельно принимают решения. А родители чем занимаются? Мама адвокат. Твоя мама застала Сталина? Да. Ты говорила, что она его помнит? Она помнит похороны. Она говорит, почему они настолько обнаглели, что вернули это все при моей жизни. Я все это помню. Все эти заголовки, все эти обороты. Американские подживотники. Я все это читала уже. Подживотники? Я все это читала уже. Вер, я все это видела. Все эти выкрики, все эти параноидальные вещи. Ядер, попугание ядерной войны. Я все это уже... Зачем они все это... Ну как это можно любить? Как в это можно серьезно хотеть обратно? Не понимаю. Она удивительная женщина. И я каждый день, слушая истории про то, как люди перестали общаться с родителями на фоне происходящего, просто я ее благодарю за то, что она в порядке. Потому что она телевизор не выбрасывала, в отличие от меня. Я не выключала. Я телек не смотрю с тех пор, как я журфак закончила. Она смотрит. И она сравнивает. И у нее на месте голова. Слава Богу. Я 75 лет. И она в порядке. Это удивительно. Она просто все прекрасно понимает. Иногда настроена гораздо радикально, чем я. Но, конечно, очень страшно. Это нам с тобой страшно. Нам с тобой по 36, и мы все-таки в середине жизни. А представляешь, понимать, что в твои последние годы страна, она обожает. То есть она вообще никогда себя не видела нигде, кроме России. Она вообще не представляет, что такое уезжать. Она вообще не понимает, как возможно иммиграция в ее случае. Но представляешь, что такое в 75 лет понимает, что твоя страна терпит такой крах и погружается в такой мрак. Условно говоря, что ты умрешь, и она останется вот в этом состоянии. Что ты, которая ветеран труда и всю жизнь пахала, как проклятая, на то, чтобы какие-то будущие поколения жили прекрасно наконец. На твоих глазах все это скомкали, просто подожгли и спустили в унитаз. Это очень больно. Я думаю, что мы даже сегодня можем представить, насколько. Ты собиралась перевести ее к себе на остров, но не получилось? Она болеет. Ей нужно лечиться дома. А там нет шансов лечиться? У меня там еще птичьи права, понимаешь? Для того, чтобы ей обеспечить какой-то протокол правильное лечение, для того, чтобы ее правильно медицински поддерживать в стране, которую я почти не знаю. Ну, в общем, она уже внутри какого-то процесса, и ее сейчас выдирать просто было бы безнравственно из него. Но она приезжала, она приезжала, она смелая, она приезжала в Грузию к нам, когда мы крестили детей. Она приезжала на Кипр сейчас с ними посидеть три недели, пока я была на гастролях. Она очень по ним скучает. Подозреваю, что больше, чем по мне. Ну, это нормально для бабушки. Конечно. Со мной уже, в общем, все ясно. На меня потрачены и так лучшие годы. В Инстаграме у тебя отключены комментарии. Почему? Ну, я не люблю срачей бесполезных, бессмысленных. Я не люблю… Я не во всех. Есть некоторые тексты, которые просто не требуют никаких комментариев. Я не могу их не опубликовать, но у меня нет сил вычищать потом проклятие, которое на меня посыпется, и посыпется на тех людей, которые придут меня защищать. Это, как ты знаешь, всегда еще омерзительнее, чем когда опускают тебя, когда опускают людей, которые пришли… Когда люди ругаются друг с другом в твоих комментариях. Как ты мне однажды высказал, когда я пришла поставить на место. Ты не помнишь этого? Как много в твоей жизни всего происходит. Однажды Юрий очень жестко пришел меня читать в личные сообщения за то, что я пришла к нему в комментарии под пост про мои концерты в рубрике «Заебись». И наваляла чуваку, который начал врать про меня, просто клеветать там. Я ему сказала, где его место. Юра пришел и говорит, ну что ж ты себя как… Вер, как пьяный десантник себя ведешь. Ну зачем ты в драке ввязываешься? Ты же выше этого, детка. Давай вот сейчас мы этот, про пьяный десантник и все станем, давай проверим, как это было. Хорошо? Просто как будто это не моя лексика и… Сейчас, сейчас, сейчас… Десантура. Нет, ну там не так было как-то. Вер, зачем тебе это? Не позорься! Подожди, подожди, подожди. Так, так, так. Вот. Сравним версии. Как было на самом деле, я в личные сообщения зашел просто. Так, так, так. Я давно хотел спросить еще с момента, когда ты пришла в комментарии моего восхищенного и радостного поста. Про тебя в инстаграме. Вопрос. Не кажется ли тебе, что ты чересчур близко и воинственно воспринимаешь критику и набросы? Что в свой адрес, что в адрес симпатичных тебе людей? Ну да, набросов много, но ни хуй бы с ними. Зачем тратить на это энергию? Где здесь строгость отчета и пьяные десантники? Нет, нет, смотри, ты пришел меня спросить. Ты все запомнил. Не близко ли к сердцу? В целом, мне интересно повторить этот вопрос сейчас. Нет, уже, ну, сейчас-то я вообще не ввязываюсь. Я в директ не заглядываю полгода в инстаграме. Я не знаю, что там происходит, потому что с тех пор, как я уехала, конечно, как ты можешь представить, крысы — это самое ласковое, что я получаю. Но... Нет, сейчас уже нет. Но бывали времена, когда... Это же всегда ты сам знаешь. Это всегда вопрос внутреннего состояния. Если ты проснулся уже с плохим известием, и у тебя там какая-то горькая ситуация в семье, или что-то произошло, что, кажется, тебя предает в этой жизни, то, когда ты такое видишь, ты просто не можешь удержаться. В счастливый день ты не полезешь к придурку, который тебя поливает. Ты просто подумаешь, боже, вау. Ну, не забывают старушку, какое счастье. У меня есть серийный хейтер, который не забывает про меня 12 лет, который уже даже в войну, когда, не дай бог, кто-нибудь меня похвалит где-нибудь, или ссылочку поставит. Приходит и говорит, ну вы же не можете не видеть, какая это дешевизна, бездарность, вторичность и вранье. И это Дмитрий Львович Быков. Вы по-прежнему в ссоре? Мы никогда не ссорились. Просто это человек, который любит меня по-настоящему. Настолько, что 12 лет в его сердце никак не отполыхает этот огонь. Дмитрий Быков как-то сказал, что Полосковый — это ваинга от литературы. Ой, он что только не говорил, он это сказал, а потом, когда он пришел к Ире Шихману в эфир, и она у него про меня спросила, он стал кричать, кто она, вот кто она, кто она? Вот кто такая Вера Полоскова? И это полторы минуты происходит, и после этого каждый раз про Быкова, когда кто-нибудь говорит, ну как Быков и Тема, который на моей стороне всегда, он говорит, кто это? Да ладно, это трогательная история, это история подлинной любви. Дмитрий Львович, я люблю вас, пусть у вас все будет хорошо. Берегите себя, пожалуйста. Ты искренне сейчас сказал? Конечно. Когда говорила о том, почему так происходит, ты говорила, что это такая русская традиция втаптывать человека, испытывать его критикой в течение 5-6-7 лет перед тем, как принять его в свой мир. Эта версия актуальна? Ну да, это старая самурайская практика. У поэтов есть такой обычай в круг сойдясь оплевывать друг друга. Это, ты не поверишь, это правда самые популярные разговоры в этом цеху. Кто кого бездарнее, кто сказал большую глупость, у кого самая неудачная последняя книжка, кто вообще позор, а кто еще хуже. В итоге как бы побеждает тот, кто остается один молодец среди всех, среди всех, кого он осмеял за полчаса. Он единственный достойный автор. Я так никогда не любила делать, потому что мне кажется, что это вообще не область соревнований и никакая не иерархия. Каждый голос нужен. А почему так происходит? Мне немного странно это слышать. У вас есть там талант, способность обрекать слова в стихи и доставлять либо приятные, либо просто эмоции людям. И зачем тратить время и энергию на такой срач? Когда мне было 20 лет, Юр, 20 лет или 21, у меня вышла первая книжка, и на нее вышла рецензия в «Прости Господи» литературной газете, которая называлась «Кукла». Там уважаемый автор предполагал, что я заводная кукла, которую вышвырнут, когда она выйдет из строя, которая пишет штампованные стихи телесериалы для своих необразованных слушательниц на розовой клавиатуре. Подсчет розовой клавиатуры меня добило. Я пыталась представить, в какой вселенной у меня может быть розовая клавиатура, на которой я печатаю. Что меня вышвырнуто обязательно. Через пару лет я превращусь в металлолом, и они найдут себе новую куклу. Класс. Мне было 21. Реально, первая книжка, Юр. Не-не, так а в чем природа эта? Как ты сама объясняешь природу? Для меня, видишь, человек не из этого мира, это кажется странным. Люди могли бы там, не знаю, просто как-то позитивно бухнуть, как-то провести время, что-нибудь новое прочитать и услышать. А по твоим рассказам люди на этих бухачах занимаются тем, чтобы… Мы из России с тобой, Юр. И что? Вообще люди там нормально могли бы жить. Много всего есть. Всего достаточно. Очень красиво вокруг. Очень вкусная еда. Реки, озера, поля. Почему все ненавидят так сильно друг друга, вместо того, чтобы сесть и обняться, как в Грузии? Налить вина, запеть песню и поплакать друг у друга на плеча? Почему все берут нож и идут друг другу резать горло? Не знаю, Юр. То есть потом это особенность места, а не цеха? Как в том анекдоте про КАМАЗ. На месте которого хотели построить завод Volkswagen. Я же тебе говорю, это место проклятое, Михалыч. Вот как бы так. Ты связываешь это с местом, а не с цехом. Конечно. Это ментальность. В других цехах так просто… Ну, в литераторских цехах в других странах… Слушай, есть премии, есть советы, есть люди, которые занимаются специально тем, чтобы поддерживать молодую литературу. Есть люди, которые ищут талантов. Есть люди, которые проводят конкурсы. Есть всякие классные писательские техники и практики, которые преподаются в университетах. Это очень важно. Поддерживать, вдохновлять, мотивировать и так далее. Это дико было бы, если бы какой-нибудь, не знаю, шведский профессор или берклийский профессор прочитал то, что про меня писали, пока мне было 20 лет. Наверное, пришел бы просто мрачный ужас, что травят фактически как бы… ну, ребенка еще, который пытается делать какие-то первые шаги в литературе. Я когда с этим первый раз… Я даже не пришла с этим в терапию. Я просто со своей подругой-терапевтом в Одессе об этом заговорила. И показала ей несколько таких комментариев, очень подробных, развернутых, пространных отчетов о том, какая я бездарь и как я не имею права занимать никакого места внутри высокой русской литературы от очень уважаемых людей, критиков. Она сказала, ты понимаешь, что ты 10 лет живешь внутри настоящей взрослой травли, просто буллинга, как в школе. И делаешь вид, что тебя это как бы не касается, и вывозишь. И я вдруг первый раз на это посмотрела, с этой точкой с дверем. Я думала, да, наверное, пора признать, что это влияет на мой характер, на мою жизнь. Я помню, что в Индии однажды в очередной раз, когда меня где-то отметили в комментарии, я пошла читать ветку, и там такой очень солидный литературовед доказывал какому-то человеку, который позволил себе неосторожно восхититься каким-то моим текстом, насколько я вторичный, жалкий, тупой, подражатель, пигон там кого-то. А я была беременна. В Индии это дело происходит ночью. Я помню, что я больше всего мучаюсь от того, что я хожу вокруг дома и не могу закурить, потому что мне так хочется курить. Это так больно, блин, очень больно и очень незаслуженно. Я ничего для этого не сделала и очень хочется курить, но курить нельзя. Оцени свое числавие от одного до десяти. Семь. Почему семь? Красивое число. Ну, ты серьезно мне задаешь такие вопросы, Юра? Алё! Ну, я бы хотел некий самоанализ послушать. Ну, Юр. Ну, давай, whatever. Ну, я, мне кажется, довольно читолюбивый человек, но это сейчас сильно легче и лучше переносится, чем еще десять лет назад. Готовясь к интервью и общаясь с тобой, путешествуя и гуляя по разным местам. Придя в ужас от моего вздорного характера. Про это позже. Я не перестаю удивляться тому, как ты реагируешь на критику. Ну, на хейт, в первую очередь. Как ты это запоминаешь и как тебя это ранит. От чего это? От тщеславия или от чувствительности? Это не связано ни с тщеславием, ни с чувствительностью. Это связано, что ты рос ребенком, которого бросил твой собственный отец, Юр. И значит, с тобой что-то не так. И ты всю жизнь не знаешь, что с тобой не так. И если вдруг человек другой знает, что с тобой не так, как он думает, тебя это швыряет в такой ужас и такую панику, что тебе кажется, что тебя будут бросать и бросать снова и снова. Все очень просто. Прости, я не очень понимаю, а как это связано с рецензией в литературной газете? Ну, потому что ты… Или с критикой, например, какого-то другого поэта, который говорит «Полосковый стихи – говно». Вот. Я не понимаю. В тебя попадает то, что имеет возможность найти в тебе это отверстие, в которое оно тебе попадет. А отверстие, что с тобой что-то не так. Обязательно что-то не так. Настолько, что с тобой остался только один родитель из твоих двоих родителей почему-то. второй прекрасно знал о том, что ты есть и просто не захотел тебя воспитывать. С тех пор, как ты узнал, что так произошло, ты пытаешься понять, что с тобой не так. И когда тебе люди формулируют, что с тобой не так, как они думают, они неизбежно попадают в ту самую дырку, в которой очень больно до сих пор. Даже если их формулировки не имеют отношения... Не нужны вообще какие формулировки. Это вообще не с ними проблемы, понимаешь? Просто ты до какого-то момента не понимаешь этого. Тебе реально очень страшно. Реально как бы по умолчанию люди, которые тебя ненавидят и хейтят, они как будто бы знают больше о тебе, чем те, которые тебя любят. И на твоей стороне, понимаешь? Они как будто бы больше прав имеют это говорить и заявлять. Потому что они-то уж точно разбираются, почему с тобой так, а не по-другому. Я когда пыталась это проработать, тебе по слезах и соплях на терапии. Говорит, как будто бы, знаешь, как перевернутый телескоп. Люди, которые дальше всего почему-то от тебя, ты их наделяешь куда больше экспертностью по вопросам тебя, чем те, которые ближе всего к тебе находятся. Верно, это невозможно. Это просто контрпродуктивная точка зрения. Потому что ты как будто боишься все время быть разоблачен. И тебе кажется, что вот они-то как раз тебя и разоблачат. И они дадут всем людям понять, насколько ты действительно ужасен, плохо бездарен, вторичен, отвратителен. Потому что они что-то про тебя как будто… Как будто они что-то… Это абсолютно… Ну, то есть никакого… Никакого рационального, конструктивного основания этого быть не может. Это просто психическая реальность, в которой живут люди в такой ситуации, как я. И, конечно, очень больно. Всегда очень больно. И никогда не будет такого момента, когда ты это читаешь, и ты, блин, просто не понимаешь, как это возможно, такое говорить про живого человека, которого ты никогда не видел в жизни. Ты поняла это уже во взрослом возрасте? Конечно. Про что со мной не так? Совсем недавно. То есть когда ты росла, у тебя не было вот этой занозы, что со мной что-то не так, потому что папа от нас ушел? Ты не ощущала этого? Ну, как сказать… Не могу сказать, что я этого не ощущала. Вопросы об этом я начала очень рано задавать моей маме. И это как бы больно. Просто это настолько типичная ситуация в России, что она как бы… Ну, мама разводила руками и говорила, посмотри, все живут в полных семьях. Или все-таки есть исключения. Ну, просто там еще такая была специфика, что он был на связи, у него был еще другой ребенок. И он не выходил на связь? Да, а потом он умер. В 93-м или 4-м году? Да. Ты пытался установить с ним контакт до? Мне было 6 лет, когда он умер. Ну, вдруг мама просила? Нет, я была в шоке, когда мне сказали. Мне даже не сказали, что он умер. Мне сказали через несколько лет об этом. У меня все это время была в голове какая-то картинка, что я вырасту и приду с ним знакомиться. И он поймет, что он, в общем, очень ошибался на мой счет. Но это был шок. Мне, наверное, было лет 7 или 8, когда мне мама рассказала. Мама рассказала очень впроброс. Типа такая же погода стоит, как была, когда мы там отца твоего хоронили. Условно говоря, такая ситуация была. Что? В смысле? Очень холодно, как было. Ну, в общем. Ты же съездила к ним на мой голову, да? Да, я была там. Я была там даже с мужем. Когда мы узнали о том, что мы ждем ребенка, я съездила с мужем. Нет, за какое-то время до помогло. Это связанные как-то в моем сознании события были. Для чего? Ну, мальчик. Надо как-то принять свою мужскую сторону. Свою то, как бы с той стороны, всю эту затемненную, затоптанную историю. Мой отец из семьи Комиссаржевских. Вера Федоровна, да. И моя бабушка была ее, получается, племянницей. Вера Николаевна Комиссаржевская, которая была моей бабушкой и мамой моего папы. Они все были репрессированы практически. Они дворяне. И бабушкины родители. Мама с сестрой были сосланы в Карлак. Отец был расстрелян, но они сказали, что он расстрелян. И она еще десять лет носила ему передачи в тюрьму. И их брали. Ты приехала на могилу и... И что? Тебя отпустило? У тебя как-то такая простая ясная вселенная в голове. Юр, я так тебе завидую. Ты такой прямой, четкий пацан из цельного куска. Приехала на могилу, отпустила. Не приехала бы, не отпустила бы. Нет. Я не спорю с первым утверждением. Это не так странно. Я не спорю с первым утверждением про то, что я упрощаю все остальное, разумеется. Ну ты классный в том смысле, что ты веришь в какие-то простые ходы. Все должно быть легко. Если что-то не так, то должно легко решаться. Приехала, отпустила. Позвонила, нормально стала. Доказала, лучше было. Ну все. Все, все. Закрыли вопрос? Закрыли. Больше не мучает? Не мучает. Спасибо. Достаточно. Вот в чем разница между нами. Мир очень, очень сложная штука из разных, иногда не подходящих друг другу, кусков, частиц, вещей состоит. Понимаешь? Не как бы вот так вот она не работает, не решается. Вкл как бы работает, выкл не работает. Юр, это очень круто, что у тебя так. Но у меня немножко не так, к сожалению. И с одной стороны это моя беда, а с другой стороны это мое большое преимущество. Я вижу очень много оттенков между вкл и выкл. В том числе в этом сила твоего ремесла? Конечно. Конечно. Называть то, чему очень трудно подобрать определение. Какому-то вот этому камку в горле, который встает от чего-то, придумывать для него сравнение эпитеты. Как-то его обозревать со всех сторон, с разных камер. Я что-то рассказываю. Вот Юра меня спрашивает. Я думаю, боже, я надеюсь, что он это не возьмет. Вдруг это не войдет. Выкачательный монтаж. Пожалуйста. Мы должны уточнить, что мы с тобой оба учились на журфаке МГУ. Тот самый момент. Друзья, эти люди были знакомы. Ну я вообще в 15 поступила. В каком году ты поступила? Я поступила в 2001. В 2001, да. Я поступил на два года позже. Мы с тобой ровесники, потому что я поступила в 15. Да, мы иногда с тобой пересекались в двух главных больших… Ты хочешь сказать, что ты меня помнишь? Да, я точно помню, когда ты заходила, и все говорили, это Вера Полоскова. Ты почему-то приходила на наши лекции, я не знаю почему. И девчонки шептали, что это Вера Полоскова, она поступила, когда ей было 15. Вот так тебя представляли, просто как вундеркинда на факультете. Это удивительно, потому что я не была популярным человеком у себя на факультете, у себя на курсе точно. Но я это слышал, я это не придумал. И это удивительно, что я при этом, конечно, не помню тебя. Если бы нам рассказали… Нет, это как раз неудивительно. Если бы кто-то рассказал, где мы будем через 20 лет и по какому поводу. Я думаю, что меня шокировало бы все в этой ситуации. Вообще все, как бы все тотально. И то, что я работаю человеком, который пишет книжки и читает их со сцены потом. Это шок. И то, что у меня трое детей. И то, что я при этом не замужем. Ну, как бы я в разводе. Это ужасно, наверное, было. Показалось бы мне просто кромешной тюрьмой. Думала бы, что неудачница. Адом трэшем. Ну нет, просто качество жизни сразу обрисовывать такое, что ты как бы в мыле в аду, в детских пеленках, не спишь, не ешь, как бы ужасно выглядишь. Что я не могу жить в России. И еще хуже, я не могу поехать в Украину. Которую я уже тогда очень люблю. И у меня есть друзья там. Не знаю, мне все это показалось бы… Ну, то есть мне показалось бы, что, наверное, это кошмар какой-то. Кошмарный сон. Мне снится кошмарный сон. Мне снится кошмарный сон. И то, что наши друзья по этой аудитории, которые с нами там сидят, пишут стихи, которые мы с тобой обсуждали. У нас есть один однокурсник и, в общем, дорогой нам человек в каком-то прошлом, который сейчас пишет стихи во славу буквы «З». Про славу. Про то, что, в общем, цитировать это… Это ужасно. Это как бы такой густой шизофазический бред. Где страна, которую я очень люблю, называется не иначе как руина. И как бы там все от этого пляшет. В общем, это так страшно, что… Это не описать. Но это человек, который сидел с нами в этих аудиториях и был нашим дружочком-однокурсником. Не из-за того, что это написано. Я не согласен с мыслью этих стихов. Они же еще ужасно написаны. Ну то есть это… А это связано всегда. Ты знаешь, что заметил? Ну ладно. Талантливого зла не бывает? Зло — вообще бесплодная вещь. Оно не может красиво сделать. Оно поэтому и зло. Послушай, оно может посотрудничать. Оно может себе нанять каких-то небездарных ребят. Но само по себе оно эстетически провально. Потому что все, что несет смерть, пропагандирует смерть, говорит, что возмездие — единственная наша цель. Люди, которые говорят, наша цель — флаг на Донецке, они не могут сделать… Ну их просто не посещает то, что должно посещать людей, которые пытаются создать что-то по-настоящему классное, остроумное, талантливое, актуальное, своевременное. Это все равно, ну хорошо, может быть, не в прямую распил бюджета, но паразитирование на какой-то энергии. Слушай, ну как бы давай не будем далеко ходить. Давай возьмем великого русского режиссера Никиту Михалкова. Это же был очень, правда, талантливый и даровитый человек. Так же, как и Захар писал очень неплохой прозу, когда был молодой. Как только они пошли работать на… сами знаете кого. Это что, можно читать? Это что, можно смотреть? Это кого-то можно убедить в том, что эти люди были когда-то реально талантливыми и реально флагманами своей отрасли? Да ну. То есть ты веришь в гипотезу, что если работаешь на Путина, то теряешь иску? Конечно. Как всегда. Даже не в том дело, что ты на Путина работаешь, ты вообще на фюрера какого-то работаешь. А ты просто совершаешь обмен — проданный смех. Ты больше не можешь быть самостоятельным, понимаешь, в своих творческих решениях и выборах. Ты все равно, что бы ты ни делал, это должно славить великий что-нибудь, великий рейх. А если по убеждениям? Если ты по убеждениям его славишь? Ну как бы… Не из-за сделки, не из-за кайфы, а просто по убеждениям. Ой, ты войдешь, конечно, в историю, но войдешь так, как ты не хотел бы войти в историю. Тебя будут потом показывать на курсах для молодых кинематографистов каких-нибудь и говорить. Вот посмотрите, ребят, как никогда не надо делать. И давайте разберем, почему это плохо. Вот так будет начинаться урок о твоем бессмертном творчестве. Ты любишь фантастические твари? Очень. Ты говорила, что третья серия особенно тебя впечатлила чем? Что это история о том, что зло становится злом, когда его разлюбило добро. Гриндевальд и Дамблдор, оказывается, были влюблены друг в друга. Сейчас, мне кажется, какая-нибудь православная бабушка просто упала с сердечным приступом от экрана. Плашмя. Ну, короче, они были вместе. И они были очень сильными, могущественными волшебниками оба. Но как только Дамблдор увидел, как сердце Гриндевальда начинает сжирать зависть, ревность, он разлюбил его, попытался его какое-то время спасать, потом разлюбил его. И только с этого момента он начал превращаться в настоящего злодея. Вот просто мысль о том, что зло — это никогда не просто так зло, а зло настоящее — это только в оппозиции к добру возникает. И, возможно, это было самое близкое к добру что-то, что потом из-за отвержения превратилось в голое зло. Ты переносишь это как-то на Россию сегодняшнего дня? Слушай, ну, страна, в которой обида — это национальная идея. И национальная идея на зло бабушки отморожи уши. Мне раньше казалось, что происходящее — просто какое-то чудовищное недоразумение. Что у меня такой мудрый, такой талантливый, такой фантастический, чуткий народ, который просто не может... Ну, это сейчас закончится за несколько дней — это полная ерунда, это абсурд, это преступление, все это понимают, никто это терпеть не будет. И мне кажется, у меня так некисло приоткрылись глаза, когда я увидела масштабы околдованности этой обидой. В психотерапии это называется нарциссическое совращение. Когда через какую-то трещину в тебе, через какую-то боль, через какое-то насилие в детстве пережито, через какую-то травму, в тебя засовывают идею о том, что в твоих проблемах виноват кто-то конкретный, и вот в том, что с тобой сейчас происходит, как тебе плохо, тяжело, страшно, невыносимо с собой, виноват вот этот человек. А мы тебя будем спасать, и мы тебя будем защищать. Так устроены тоталитарные секты. Страна существует сейчас, пропаганда действует сейчас по принципу тоталитарной секты. Мы в таком все аумсинрике проснулись после 24 февраля. Слушай, ну ты сказал, что добро, зло — это всегда то, что разлюбило добро. А кто тогда разлюбил нас? Кто разлюбил Путина? Вот это очень интересный вопрос, что с ним стало. Потому что если вдруг ты видел фильм манского «Свидетели Путина», там есть момент, если ты помнишь, как он едет в машине и рассказывает, как он уйдет и превратится в обычного пенсионера, который будет пожинать плоды своих трудов и своих решений. Поэтому ему ни в коем случае нельзя допустить ошибок и действовать в своих личных интересах. Потому что когда-то он превратится в совершенно обычного гражданина своей страны и будет подвержен всем последствиям своих собственных решений, сейчас он несет большую ответственность перед собой в будущем, как простого россиянина. Он не собирался тогда. Очевидно, что он не собирался править всю жизнь. Очевидно, что он не собирался превращаться в самого главного маньяка 21-го столетия в России. Но что-то с ним произошло. А вот что? Это будет очень интересный материал для исследователей-документалистов, потому что версий, конечно, миллион. Тебе какая-то близка? Не знаю. Я только знаю, Юр, что счастливые люди не убивают и не получают удовольствие от крови. Поэтому если вдруг кто-то думает, что он бесконечно счастливый человек, богатый и могущественный... Нет, он в аду. Только его ад не закончится и не излечится никогда. От радости люди не вырезают людей городами. Это проверено. Если у них все хорошо, им этого не хочется. Кто-то будет смотреть и скажет, ну вот откуда ты знаешь про цифру погибших в Мариуполе? Люди могут засомневаться. То есть правильно ли ты информирована? А мне настолько плевать... Это пропаганда с другой стороны. Мне настолько плевать, кто в чем сомневается. У меня есть оттуда люди, у меня есть там друзья. У меня есть подруга, к которой я звоню, и она говорит, хочешь, могу показать тебе разрушенный изюм вокруг меня. Она живет в изюме? Нет, она ездит туда, развозит медикаменты. А, она прямо на передок ездит? Да, она ездит на ноль. Моя подруга. Лучшая. Человек, с которым мы 15 лет путешествовали, тусили, рисовали, влюблялись, обсуждали парней и ходили в музеи вместе. Она там сейчас, в бронике, ездит по... Называется далеки села. Развозит старикам. Противотревожные и успокоительные вынимают осколки из детей. С переносным аппаратом УЗИ на ранних сроках проверяет, ну, с командой медиков там. И с ней вместе работает тетенька, которая мне рассказала, что я жду ребенка на шестую неделю. УЗИ по беременности. Да, да, да. С ней работает Наташа, которая когда-то была моим врачом в Киеве. И они в полевых условиях осматривают беременных женщин? Ну, она вешает сторис. Ей рассказывают, что происходит. Она разговаривает со старухами на разваленных их домах. Они живут у себя в подвале или у себя в сарае, или у соседей. Она показывает из схудавших до скелетов собак, которые держат в зубах человеческие кости. Это происходит, ну, она ездит и она может ехать снимать, ну, километрами места, от которых ничего не осталось. Черные какие-то обгорелые страшные руины. И, ну, в общем, сомневающиеся, не сомневайтесь. Я заметила, да, за этот год, вы заметили, как за этот год абсолютно девальвировались и погасли все материальные подарки? Как невозможно подарить никакую вещь, но можно подарить, например, присутствие. Можно приехать, потому что все теперь живут по всему миру. Просто приехать и обняться. Самые дорогие подарки в этом году были такими. Просто назначить встречу где-то очень далеко, вообще посередине другой галактики. увидеть друг друга издалека, заорать, побежать и обняться. Сегодня было два часа удивительного совместного присутствия, дороже которого сейчас нет ничего. Спасибо вам за это огромное. Спасибо. Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Не столько когда, сколько если. Как бы, то есть когда в значении если, да? Я не знаю. Ты знаешь, я сначала, когда мы уезжали, у меня было ощущение, что это все довольно быстро закончится. А сейчас я увидел какое-то видео, где стоит какой-то батальон каких-то людей. И кто-то кричит, кто мы, какой-то их командир. И они кричат, мы там такие-то. Чего мы хотим? Они кричат, крови. Я понимаю, что вот блин, ну понятно, что изрядную часть этих людей убьют. Но тех, кого не убьют, как бы, они вернутся. И вот я буду заходить, условно говоря, в автобус. Понимаешь, да? И я буду понимать, что с очень большой вероятностью со мной сейчас вот в этом автобусе едут эти люди. Могу я на себя это примерить? Сейчас я не знаю. Сейчас важно делать все, что можешь для Украины. Все, что ты можешь, ну что мы можем, я не знаю. Пересылать деньги, посылать музыку. Ну я вот могу там, я продолжаю сотрудничать с какими-то музыкантами в Украине, да? Насколько это возможно. И украинскими музыкантами вне Украины. Все, что я могу для них сделать, в своем профессиональном качестве я пытаюсь сделать. Все нормальные люди сейчас по всему земному шару пересылают деньги украинцам Украине. Ну вот какие-то вот такие вещи. И у нас у каждого есть, что называется, свой огород, свой садик, своя семья. Вот, ну там, родители, дети, какие-то вещи, которые, какие-то обязанности связаны, это какие-то формы любви, по сути, да, тоже, но такие повседневные, что мы должны сделать так, чтобы этим людям было не ужасно. Несмотря на то, что, допустим, ты с ними оказался в другой стране. И они этого как бы не предвидели, и ты не предвидел. То есть мне кажется, что сейчас такое время, когда, и даже какие-то психологи про это говорят, где-то у Франкла про это написано, что выживает тот, кто не ждет окончания. Вот есть у тебя сегодняшний день, и ты в течение этого дня испытываешь благодарность. Божечке спасибо. У меня, к счастью, жизнь складывается таким образом, что поводов для благодарности огромное количество. И со мной происходят вещи очень кайфовые, которых я никак не заслуживаю. И, слава богу, я все время это осознаю, что со мной происходят какие-то классные штуки. И я стараюсь не пропустить вот этот момент. Знаешь, даже когда у тебя голова болит, и ты вроде бы весь сосредоточен на этой головной боли, и через два часа у тебя саундчек, и ты едешь из аэропорта, даже в эти два часа, пока ты едешь, пока ты пересаживаешься с самолета на самолет, поймать момент, когда, ну, блин, в сущности, это все очень круто для тебя конкретного. То есть есть люди, которым колоссально плохо, просто несусветно херово. И они пишут тебе там из какого-нибудь бомбоубежища в Киеве, как ты там, мы там видели тебя там где-то, у тебя там что-то. Они находят, они находят в своем вот этом жизненном страшном ритме, находят окошечко, в которое они вспоминают про тебя и спрашивают, а ты-то как? Ну как ты? Думаешь, господи, боже мой. И просто, конечно, сердце разрывается в этот момент от благодарности и любви. Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Я не вернусь в Россию, Юра. Когда закончится путинизм? Когда закончится путинизм, начнется страшное междуцарствие, которое, может быть, будет даже пострашнее, чем последние годы путинизм. Ну, в смысле, вернешься жить, ты имеешь в виду? Да. Я не вернусь жить в Россию. Ты в этом уверена? Конечно. Я очень жду момента, когда я буду иметь возможность приезжать. Потому что я очень много там люблю. И очень хочу путешествовать и показывать детям, но я не вернусь. Ты что? А куда? Как ты себе это представляешь? Почему? Потому что будет страшное междуцарствие или потому что ты не можешь вернуться в страну, которая так поступила с Украиной? Страна, которая так поступила с Украиной, если ей повезет очень сильно, это признает и раскается. И будет репараться и выплачивать. Но для того, чтобы она стала пригодной для жизни после всего, что с ней сейчас произойдет только, все только начинается, Юр. Я не представляю, сколько времени должно пройти. Возможно, не при нашей жизни это случится уже. Потому что то, что случилось в феврале, отбросило ее назад очень далеко. И если не в тридцатые-сороковые, то примерно в такую же тьму по густоте плотности и насыщенности и ядовитости, токсичности. Очень далеко. Все, что было просто завоевано трудом, выцарапано, взрощено просто заботой и любовью. Прям не дышали все эти дети после демографической ямы выращенной, сейчас, которые пачками швыряются в эту печку, просто размалываются. Ну, в общем, ты думаешь, так легко все встанут, отряхнут пепел и пойдут дальше в светлое будущее? Я сильно, очень не уверена. Я уверена, что это с Украиной произойдет довольно быстро, потому что, ну, просто правда на ее стороне. И ей все помогут, ее все увидели, все услышали, встали на ее сторону, как бы ее быстро восстановят. Конечно, к сожалению, восстановят все, кроме разрушенной психики людей, травм, которые они получили, детей этих перепуганных навсегда, как бы, ну, в общем, как-то что-то там будет. Это будет классная страна. Но про Россию вообще ничего мне не понятно, что там будет. И будет ли Россия в тех границах, в тех представлениях о ней, которые мы имеем сейчас на данную минуту. Потому что на полных порах Юра, она летит в очень неприятное будущее. Ну, ты же видишь сам. У тебя же есть знакомые, которые остались в России? Конечно, очень много. Советуются ли они с тобой относительно того, что делать дальше? Оставаться, уезжать? Нет, сейчас такое время. Все выбрали себе сторону, позицию, какую-то норку, какую-то… Ну, в общем, все остались вот как они есть. И сейчас вот держат пальцы, чтобы не стало хуже. Ну, подожди, не все, кто остался, они выбрали позицию за Россию. Слушай, я за Россию. Они как бы… Ну, не за путинскую Россию. Давай расставим все по местам. За людей, которые узурпировали власть в России – это правильно. А за Россию мы с тобой. Мы с тобой за Россию, понимаешь? Ты – лицо поколения, котик. Не шаман. Не все, кто остался, они поддерживают путинскую Россию. Конечно. Абсолютно. Да, тогда почему ты говоришь, чтобы все выбрали норки и того? Я уверен, что среди даже вот этих… Понимаешь, для того, чтобы советоваться со мной как быть дальше, нужно находиться на распутье, в нерешительности. Сейчас пора нерешительности, точнее вот этого первого шока и опрокинутости, которое наступило после февраля, она прошла. Люди как бы выбрали, что они делают примерно. Поэтому советоваться друг с другом как бы более-менее все перестали. Советовались все, там, истерически орали друг другу в трубке. Сейчас в сентябре, но все тоже как бы… И все уехали, кто смог. И мобилизация, дай богу, закончилась хотя бы на ближайшие несколько месяцев. Хотя я в это не очень верю, к сожалению. Не факт. Ну, хотя бы как бы самое вот это страшное, знаешь, когда Горыныч просто вот так пачками себе забрасывает в пасть людей, просто хватает вот так с улиц просто и так хап. Ну, хотя бы вот эта фаза, она хоть ненадолго прекратилась. Потом она, конечно, вернется, потому что я думаю, что ему этих людей не хватит, которых он мобилизовал. Он же не собирается останавливаться, к сожалению. А если бы кто-то из все еще сомневающихся посоветовал, спросил, Вера, мне уезжать или нет? Что бы ты сказал? Уезжай, конечно. Море, солнце вот-вот зайдет. Идеальное место, чтобы задать вопрос, который очень пошло звучит, но тем не менее часто в наших выпусках приводит к обалденным ответам, поэтому мы его периодически задаем. В чем смысл жизни? Сейчас это будет очень странно. Посреди этого разговора супер, наверное, пафосно. Но мы в пафосе вообще находимся, поэтому тут можно. У нас есть бессмертные души. Им очень много чего видно и очень много чего доступно, кроме роскоши, ощущений и опыта, которые можно получить только в человеческом теле. Но есть какие-то штуки, которые не повторяются, они невероятные. Не знаю, первый раз, когда ты ребенка своего груди прикладываешь. Такие вещи недоступны, мне кажется, даже богам, даже каким-то супер сущностям огромным. Они завидуют нам, что мы так можем. Или сумасшедший эндогенный взрыв опиатов, когда ты влюбляешься. Или какой-нибудь холодный электрический ужас, смешанный с восторгом, когда у тебя начинает получаться какой-то текст. Или первый раз в жизни искупаться голышом в полнолуние или при звездах где-нибудь. Можно даже не сильно трезвым, окей, потому что по трезвику этого никто не делает. Какие-то штуки, которые доступны только человеку в ощущении. И мы пришли их собрать и пришли их прожить. И пришли вдохнуть вот все, что тут дано полной грудью. И кроме этого смысла никакого нет, Юрец. Все остальное – это агрессивный маркетинг. Так я думаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok